Уважаемые слушатели и зрители, благодаря совместным усилиям мы пригласили на Котлярову ФМ колоссальное количество потрясающих, выдающихся людей. Юрий Степанович Рыбников, Юрий Тимовский, Макс Беляев, Рахман Тор. Светлана пригласила мегаинженера по сотовым вопросам, Роман Харьковчанин, мой землячок, Лена Светлана из Греции. Все, теперь я передаю слово. Будет еще тяжелая артиллерия. Ну тогда здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители на Котляров ФМ. На правах организатора сегодняшнего эфира под названием «Сотовая связь» я представлю моего докладчика. Его зовут Сандро Сколаро. Здравствуйте. Он разговаривает по-русски немножко. Я буду переводить то, что надо, где будет переводить синхронный перевод. Расскажем о нем, кто он такой. Он закончил институт инженерии, факультет электроники итальянский, швейцарский политехнический университет, факультет экономический. И сейчас он учится в аспирантуре Ливерпульского университета, project management, называется его факультет. И то, что он закончит, и то, какой у него диплом будет. Значит так, его нынешняя профессия, чем он сейчас в данный момент занимается, и занимался на протяжении более почти 30 лет, ну, всегда в сфере чуть-чуть меньше, да, и ладно. Но в данный момент его, как бы сказать, его, где он работает, кем он работает? Он customer business senior project manager Nokia. Вот. Ну что же, я думаю, что на правах ведущего у нас сегодня, как всегда, будет роман. Мы с Ромой договаривались, и Рома согласился. Я буду в качестве переводчика. И Леночку и Светочку мы попросим, чтобы они помогали нам с чатом. Вот. Ну, на этом, я думаю, достаточно. И представим нашему Сандру слово. Пусть он расскажет нам ликбез, что же такое телекоммуникация. Он этим и занимается. Занимается много лет, как вы поняли, и у него, как он называется? По-русски или по-итальянски? Нет, давай по-русски. Попробуем по-русски. Попробуем по-русски. Nokia. Пожалуйста, предоставляем слово. Хорошо, переключим на... Да, давай переключим. Сразу переключим на доску, вы его увидели, и сейчас будем... Сначала, что такое сотовая связь? Так, как ты мне всегда объяснял, что такое сотовая связь? Ну, а сотовая связь, это, что практически, что надо для наших мобильников, практически, чтобы они... На мобильный телефон. Да, чтобы они работали, да. Сегодняшний день? День? На сегодняшний день? У нас что у нас есть? Есть смартфон. Смартфон... Ну, давай. Хорошо, ну, давай по-итальянски. Ну, смартфон, если вы припарлары, если вы только по-трафику даты, да? Значит, смартфон нам нужно для того, чтобы разговаривать и передачу битов. И, конечно, в начале... Есть три стандарти интернациональных стандарта. И, конечно, они развиваются в 90-е, сейчас. И, конечно, они вошли в действие с 90-х годов и по сегодняшний день. И, конечно, у нас есть гсм, или 2г. 2г означает 2г. Ну, это обозначает вторая генерация, вторая ступень. Да, потому что первый был аналогичный. И, конечно, у нас нет никакого аналогичного аналогичного протокола. И, конечно, в последние 2-3 годы, у нас есть 4г, или... ЛТМ, Long Term Evolution. Long Term Evolution, называется LTM. Почему называется сотовая связь? Потому что это соты. Если мы смотрим на все вышки, которые находятся на зданиях, на домах, на зданиях, они имеют форму вот такую форму. Они называются панели. Если мы смотрим на них сверху, мы видим их. Мы всегда, у нас есть 3 направления. Это называется базовая станция. Они называются базовая станция. И всегда имеют только 3 направления. И, конечно, это базовая проекция. И вот это называется зоной покрытия. Зоной, я специально выписала. Зоной покрытия. Или сота. Одна. Одна из этих есть одна цела. Одна сота, другая сота, третая сота. Практически, да? Что происходит? Это, конечно, мы говорим о ГСМ. Значит, вначале будем говорить о ГСМ. Или 2G. Или 2G. Мы называем 2G, да? Это является идеальным. 0, 120, 240. Это самое лучшее покрытие зоны, которые вы видите на этих местах. Когда начинается? Когда начинается, когда входит на зону, когда входит на зону? И когда входит на зону? Сегодня мы берем на зону Москва. Например, возьмем Москва. Заходит какой-нибудь оперативный и говорит, сегодня мы хотим покрытие всю Москву. Москва это большой город. Сделано так. Здесь, идеально, я ставлю одну станцию, потом вторую станцию, потом третью станцию. Но все они... И получается как сотовая связь, пчелинная сотовая связь. И потом что случается? Если... И в этом случае надо сделать полевые исследования. Надо идти на здание. Например, где вот сейчас Сандра показал, значит, идеальное распоряжение антенны должно быть там. Но здание находится рядом. И значит, мне надо эту антенну поставить на здание. Это тоже не могу там поставить, потому что там я не знаю парки, не знаю. Значит, я должен поставить сюда, значит, это тоже не получается. И в конце концов, в конце концов, у меня станции здесь, 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 здесь. В конце концов, например, там где я не могу, ну, Красная площадь, где я ничего не могу поставить. Потому что это исторические здания, а также те антенны, которые не красивые, ну, не эстетично смотрятся. И, значит, у нас получается дырка в покрытии зоны. Значит, есть другие решения вот этого вопроса, если, ну, у нас получается такая ситуация. Эти антенны, которые носкостые, которые, практически, ты не видишь, а также в Венеции, в Рома, в центре историки. Значит, тогда можно сделать таким образом, поставить эти антенны таким образом, чтобы на здания, старинные здания, но так, чтобы их не было видно. И часто используют это, а, компанили, в церквях, вот эти, как они называются, колокольни, и их закрывают, ну, внутри колокольни, они полны этих антенн, но их не видно. Вопрос можно задать? Конечно. Да, вопрос такой, смотрите, вы сказали, есть 2G, и у нас последнее поколение, которое появляется ЛТЕ. Если я не ошибаюсь, 2G имеет дальность связи до 35 километров, вот, а будущее ЛТЕ работает на более высоких частотах и, соответственно, бьет на, ну, то есть, дает связь на меньшее расстояние. Так, зачем переходить на ЛТЕ, понятно, что у нее ширит трафик, но и убирать 2G. Это, то есть, грубо говоря, две чуть-чуть разные такие направления. Я же понял. Окей, ну, 2G, это верно, 2G функционирует 25 километров. 2G работает до... 2G? 2G работает до 35 километров. Ну, почему 35 километров? Можно еще и дальше, но есть... Это лимит, который... Этот лимит задан стандартам. потому что есть задержка тут мобильник тут 35 километров и тут антенна тут есть ретардо, потому что сигнал ты не спеши пожалуйста потому что вот смотри видишь вот здесь да объяснили немного задержка с видео потому что есть задержка и ты не слышно голоса если я сюда поставлю мощность значит я могу с моим телефоном уйти подальше получается задержка очень большая задержка и связь невозможна в этом случае не понимают между собой что в этом случае случается? потому что с 3G и 4G вот этот лимит он укорачивается почему? потому что информация повышается, которая вот здесь задержка идет вот эта информация, которую вот сейчас Сандра рисует вот здесь идет Светочка Светочка, буквально 2 секунды и я понимаю что я просто то что Александр нарисовал у меня чувства переполняют я давайте вам покажу смотрите я выкладывал ролик и много месяцев назад показывал как работает сотовая связь не по нашему континенту вот мой ролик любой может проверить он есть я давно показывал когда я увидел как Александр в прямом эфире решили ту ту же самую схему но вы поймите я не инженер я не технарь у меня немножко другое посвящение откуда я беру свои знания как обыкновенный парень из Харькова с легкостью описал с тем никогда не работал вот она сотовая связь я уже показывал вот эту схему я рисовал 29 апреля я выложил ролик но рисовал ее значит на раньше и вот Александр спасибо вот он рисует ту же самую схему я вот это вот это я почему простила нашего сандра прийти сюда и рассказать потому что когда я увидела то что ты нарисовал и и то что он мне объяснял я поняла что это одно и то же самое и почему я хотела всеми фибрами моей душе сделать вот эту встречу вот продолжает значит и сандра говорит я думаю что проблема номер один которые люди они переживают из-за того что очень много антенн которые находятся на зданиях особенно да не спеши пожалуйста видишь какая задержка видео вот сейчас ты будешь стирать просто задержка я настолько был впечатлен что зрители даже не увидели о чем я говорил они только услышали сейчас еще две секунды я был настолько воодушевлен вот еще сейчас я начал говорить но забыл включить демонстрацию вот еще раз пожалуйста я спокойным голосом говорю вот вы сейчас видите на экран выводится мой ролик и вот александр пожалуйста вам в онлайн трансляции это не просто тождественно это это вообще один к одному это настолько рациональное зерно мне вы даже не представляете насколько это я на пальцах своими мозгами у меня нету технического образования просто пытался вам объяснить устройство сотового интернета и когда сейчас я увидел александр делал тоже продал дело это профессионал это его как говорится специфика и он выводит те же самые как говорится кульбиты то что я выводил в онлайне все теперь передаю слово да слава да слава вот хорошо продолжим тогда значит сандра говорит но сейчас если перейдем люди переживают за то что антенны сотовой связи находится на зданиях на их дома махима че слова баки бюл андене мою потенцией басы но число но фото а дескетто а летом и фаре результатов цепи а затем а если это москва паро и 100 сетей, мне надо было бы, например, с технологией 3G, мне надо еще больше антенны поставить, потому что мощность меньше и покрытие также уменьшается и покрытие. И почему так? Потому что мы посмотрим, что мы с GSM закроем эту зону, покроем эту зону. Вот здесь, в прошлом время, у меня есть еще больше пользователей. Но дело в том, что со временем все больше абонементов, которые хотят подключиться к связи. Например, если раньше у меня было сколько? 10, 15 человек. И работает. А когда у меня 30, 40, 50? И получается это очень большой. Я должен это сделать поменьше. И сделать другую станцию здесь, еще одну. И здесь только заключается все в мощности. А, в вместимости. Потому что есть лимит. Мегагерц. 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 Не веро. Таня, может, я выключил видео. Потому что работает от 850 до 950. Потому что работает от 850 до 950 Мегагерц. Прекрасно. 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 Здесь много маленьких каналов. Как же. И каждый канал я говорю на персонала. Не знаю, Свет, еще три секунды тех вопросов. Юрий Степанович, есть ли у вас возможность выключать микрофон? Потому что ваш телевизор идет в эфир. То есть это. Мы его слышим, когда это. Он как бы фоном идет. Спасибо большое, спасибо. Нас слышно хорошо? Нормально. Хорошо, нормально. Ну вот и сейчас. Повтори, пожалуйста. Вот это маленькие каналы. Вот эти, которые. И вот каждый человек говорит только по одному этому каналу. Есть лимит. И что случилось с 3G и с 3G и с 3G ОМТС? И получился CDMA. Что это означает? что на каждый канал я могу предоставить большему числу абонементов. И получилось с высшим качеством эффективности. Прежде всего, у меня было 1 человек на 1 машину, а сейчас 5 человек на 1 машину. Но дистанция сокращается. Почему так получается с 3G? Потому что 3G 900 МГц отошла к 2100 МГц. И на фракуенза, и на фракуенза на нее, и на фракуенза, и на дистанция. И на дистанция. Чем выше частота, она влияет на дистанцию, на расстояние. Дело в том, что воздух уменьшает высокие частоты. Чем выше частота, тем выше уменьшается. на дистанции, на расстояние. Это офисы, аэропорты. Это места, где большая концентрация людей. И получился потом CDMA на 900 МГц. Учебный. Учебный. Юрий Степанович, пожалуйста, вопрос. Понимаете, вы нам рассказываете про схему. Она во всех учебниках есть. И ничего нового она не несет. И любой человек, вот даже только что выступавший, передо мной сказал, что он ее может нарисовать, не глядя и не проходя науку. Вопрос другой. Техника безопасности. Дело все в том, что эти частоты, которыми покрывают расстояние, уничтожают человечество за счет плотности электрических зарядов очень мелкого размера соизмеримого с размером клетки человека. От этого человек погибает. А вы мне рассказываете, как это хорошо. Это некорректно. Я проверял эти дела. Я сам в этом, в университете автоматики, электроники и радиотехники читал лекции. И там у нас вышка должна стоять не ниже, чем 70 метров. И никогда не должна стоять внизу. И никогда не должна стоять на живом доме. Подождите, подождите. Вы говорите, что вышка должна стоять не менее, чем 70 метров. Да. Да. От земли. Да. Да. Прошу прощения, Вячеслав Гатлерова опять вручается. В данном случае, пока мы объясняем, как это работает. И возможно... Да. Вы что, не пользуетесь телефонами и не знаете, как работает? Я нет. Я не знаю, как работает. А чего тебе надо? Нажал на кнопку и работает. Вопрос вот в чем. Это червячок, которому уничтожают людей. Она рассказывает, как это хорошо. 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 Значит так, Юрий Степанович, тогда объясняем, раз вы говорите, что все знают, как работает эта телефонная связь. Конечно, хорошо. Тогда Сандра услышал ваш вопрос. Значит, что Сандра говорит? Что на 70 метров нету таких вышек вообще. Поэтому я и говорю, что это убийство людей, если их опускают ниже. А их уже оставят на земле. И все дома, все люди живые днем и ночью уничтожаются этими волнами. Потому что концентрация электричества смертельно превосходит до миллиона раз. Я не врать, но могу сказать, что никто еще не умер. Поэтому... Это дело в том, что не подтверждено и не показано. Ни на каких... Вот я сделал патент и получил в 2008 году на прибор, который улавливает теперь ни напряженность, ни что-то, ни соты, а плотность электрического поля исходящую от 800 до 3000 мегагерц ловит. И поэтому... Какая частота? Да, такой прибор есть. Какая частота? Частота какая? Какая частота? Потому что не слышно было. Будьте любезны, повторите, пожалуйста. и в чате спрашивают, пока Юрий Степанович ищет в ту же тематику. Частота? 800 мегагерц за 3000. И мой прибор это ловит. Да, да. Юрий Степанович, да, вы правы. Это такие. Да, это такие. Эти частоты, которые используются, правильно? Рисовывают от 800 до 2100. Вот. От 800 до 2200... И вот здесь есть гсм, МТС, ЛТ. Не спеши, не спеши, потому что вот сейчас на мониторе выходит, подожди. Вот сейчас Сандр написал, да. Из 800 до 2100 там находится GSM, ГОМИТЕС и ЭЛИТЕНСИ. Но дело в том, что потенция, мощность, она вообще... Очень низкая. Да, очень низкая мощность, потому что мы говорим о... Милливатт. О милливаттах. Еще раз, никакой низкой мощности нет. У нас ставят станции до 30 ватт, а есть и до 200 ватт. Их ставят внизу, чтобы дома насквозь пробивало и уничтожало людей. И для этого я сделал прибор, еще раз подчеркиваю, который измеряет плотность электрического поля в непосредственной близости. У нас единицы измерения на метр. А когда я сделал прибор, то он больше 300 ловит. То есть у нас сплошная область подожжения. А как вы их, ну, эти данные, как вы их фиксируете? Очень хорошо. Вот я как раз вам поэтому и сказал. У меня есть патент 233. Сейчас слушайте меня. А вы сделали этот прибор? Конечно. И мы всех контролеров умывали. Мы говорим, вот, включайте, ваш не показывает, а наш показывает. А он у вас не гастирован. Все. Банда одна. А потом говорят, что ж мы должны запретить сотовую связь? Я говорю, да. И мы говорим, что это не было безвремя. Юрий, Юрий, я говорю. Бутят, а припесня. Минутчик, я перебиваю. Альрор, он сделал... Мисурирование. Ну, он сделал это измерение. И он сделал это из себя. И когда... А, с чем инструменты? И когда... А, с чем инструменты? Он сделал это из себя. А, с чем инструменты... С чем инструменты? И с вами контролеры, к своим соперникам, и есть много различных ссуга. В том числе, и с имуэра. И они говорят, что, ну, это на самом деле, что мы неませ. Суэра, что монастырские, но он получает разнос. Он тенан, который на самом деле. Он прям в том числе и другая. Ну, в том смысле, я могу сказать. Я могу сказать, что в Свеции мы мы собрали эту торрочку. И прежде всего, чтобы подключить антенны, сеньора, которая стоила рядом, была болезнью, но это была фобия. Ну вот, говорит, Сандро нам объясняет, но я ничего по этому поводу сказать не могу, я не вижу этого, не знаю этого прибора. Правильно. Подождите, подождите, Юрий Степанович, будьте так любезны. Она говорит, да, и, например, что случилось, когда мы в Швейцарии, в Швеции, извините, в Швеции ставили вышку возле одного дома, и когда мы не успели еще даже ее поставить, там была одна... Не, не включили ничего. Ну, вообще ничего не включили, а там уже была женщина, которая говорила, что у нее проблемы с головой, у нее болит голова. Видите, так что здесь... Там ничего еще не было, там ничего еще не было, там только стояло кусок железа, и все, а у этой женщины уже болела голова. Не подключено. Вы мне не рассказываете про голову, она может работать, болеть от чего угодно, а у меня прибор, который меряет электрическую плотность от этих 800 мегагерц до 3000 на любом расстоянии, на любом. Мы специально возили, а единицы измерения, микроватт на метр, а у нас, у нас ловит эту же плотность, прибор, на 300 метров и показывает его несостоятельность, потому что это превышение в тысячи, сотни тысяч раз. Допустимые ПДК. Сандра говорит, ну хорошо, но дело в том, что он тоже должен ознакомиться с этим прибором, потому что... И тогда когда мы говорим, что мы говорим, что мы говорим, телевизор, радио, а что же мы тогда скажем, подождите, да, да, Юрий Степанович, мы видим потен, что у вас запатентовано в Российской Федерации, и Сандра тогда задает вопрос, а что же мы должны говорить о... Телевизор, радио, Останкино. Вот, Останкино, телевизор, радио, там где частоты, низкие частоты. Там потенции очень более высокие. А, частоты, нет, извините, пожалуйста, перевела неправильно, потому что там частоты, очень высокие частоты. Но. Частота низкая и потенция alta. Значит, частота низкая, а мощность высокая. Что мы можем об этом... Очень высокая там, там точно, там Мегаватт. Надо просто изучить преобразование электрического тока в так называемую электрическую, плотность электрического поля по периферии. Это всем известно. Поэтому высоковольтные линии с частотой на 50 Гц передают до миллиона. И поэтому под ними все живое погибает. Извините, сейчас два тех вопроса. Я пытаюсь... Сейчас немножко это для зрителей я сейчас исправлю картинку. Не видят. Есть такое по моим знаниям, что я не знаю, технаре это известно. Значит, смотрите, как работает сигнал. То есть... Возможно, это секретные службы. То есть, посылается импульс, и благодаря ему вымеряется метраж, как дельфины или как летучая мышь сможет с точностью до миллиметров, скажем так, я забыл, как это по-научному называется, определить расстояние. Поэтому, первый вопрос, есть ли такая аппаратура или это научная фантастика от спецслужб, которая может просто послать локатор и отклик от стены отскочил и удалось, и метраж на экране появится. И если она есть, с помощью ее можно ли определить то место проживания, где мы живем? Передаю слово, исправляю картинку. Значит, есть. Вопрос заключается в том, что никакого отражения, ни один электрический импульс не дает. Он или погибает на стенке сопротивления, или растворяется. Поэтому никакой отдачи нету, поэтому и радиостанция работает, ловится этим локатором только в тот момент, когда радиостанция работает, передатчик, и работает только в одном направлении. Стоит вам выключить передатчик, и все, и локатор не работает. Это все сказано. Сандра говорит, у него совершенно другое мнение, и он отвечает Вячеславу, что да, можно. Но это его дело. Сейчас он объяснит. Мы изучаем делаем замерение расстояния, вот эта вышка, антенна, и этот телефончик, я знаю расстояние. Вот как только вы уйдете от слова сота и перейдете к понятию сферическая волна, тогда вы, пока находитесь в зоне сферы, ваша связь работает, и она передается по всей сфере. А концентрация идет? Унать, пожалуйста, мне надо перевести. Сэной турнямо, Слава, вообще нету изображения в эфире. Вообще нету. Здесь есть, а тут нету. В эфире никто не пишет. Любая волна сферическая, стоячая. Ла онда эсферика. Сэной тольямо квело кетое и сэной консидерямо кетое ла онда не сферика. Козе? Луи парла де пропагационе дентро унассфера. А 360 грады, козы? Вы говорите о том, что 360 градусов. Козы? Вот. Вам видно здесь омни, луи парла динантсвен омни-дирекционале. Вы говорите о распространении волны в любом своем проявлении, в любом направлении. Абсолютно. Только сферическая волна. И она стоячая. Абсолютно. 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 Эта теория, на практике такого нету. Козы антенны коа. Абсолютно. Все на практике так. А в теории вранье. Абсолютно. А, теория, значит, Юрий Степанович говорит, что эта теория это вранье, а практика показывает другое. Практика показывает другое. сферическое. Абсолютно. 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 А это уже на плоскости это круг, а в системе это сфера. И вот тогда вы получите сферическую волну, а не проекцию. Юрий Степанович, можно вопрос? А вот кабель если кабель тут невозможно сферический. Сейчас, секундочку, Юрий Степанович, а как же диаграмма направленности вот антенн есть? Вот это антенна. Вот теперь не путайте сферическую волну и с направленной системой. Для этого что стоит ставиться? Ну Роман, подожди минуту. Или антенна какая-то, которая пытается сконцентрировать, но это не волна, она все равно там сжимается, а потом растекается в большие сферы. Можно я вопрос задам? Да, Юра. Как раз таки вопрос именно к связисту, к специалисту у меня. Я вот сейчас просто скажу несколько утверждений, пускай скажет так оно или нет. Первое, что вышки можно ставить на расстоянии до 50 километров. То есть можно ставить по идее в принципе по инструкции до 35, чтобы это все было четко, сигнал. А вообще можно вышки до 50 километров друг от друга ставить. Так это? Это будет сейчас несколько вопросов. Сейчас, Юра. 50 километров. Замечательно. Подожди, подожди, Юра. Нет, нет. Это мы разговариваем. Друзья, прошу прощения, еще тех вопросов, Свет, тех вопросов. Смотрите, я не смог реализовать самостоятельно это, то, что нужно. Друзья, нас в онлайне 176 зрителей. Что от вас требует? Я никогда не просил лайки, там, ставьте, что-то другое. Чтобы это видео увидели, то, что сейчас происходит, просто там нажмите под роликом кнопку поделиться. Не важно, где вы зарегистрированы. Вконтакте, в фейсбуке, в одноклассниках или в других соцсетях. Если вы сейчас просто нажмете кнопку поделиться, ваши все друзья и знакомые, если вы не стесняетесь того, что у нас происходит, все это увидят. Я не смог это сделать. Просто прошу вас, помогите, нажмите кнопку поделиться, и нас увидят гораздо больше людей. Нас увидят тысячи в онлайне и передаю слово. Одну секунду, Вячеслав. Значит, в Ютубе ходит фильм, по-моему, пятилетней давности, и называется «ТВ спешит на помощь», где мы показываем, как убивают людей и как мы обиваем пороги и депутатов, и врачей, и всех, которые нам говорят, оно не замеряется. И как только мы принесли прибор, который все измеряют, нас закрыли. Опасность вас почувствовали, потому что вы можете людям истинное положение вещей озвучить. И поэтому вас должны были быстро убрать. А в ролике, а в ролике там все есть, там прям показывается, если снимаешь со стекла рамы, только отворачиваешь куэту, фольгу, алюминиевую, так прибор зашкаливает по, с нуля до максимума. Не показывает. Так давайте я просто посмотрю на происходящее. В данном случае Александр показывает, как это работает. Вообще у нас нас уничтожает гораздо больше. Как мне кажется, сейчас не будем на это время тратить. Мне кажется, что Александр потихонечку подведет нас ближе к замечанию, что мы живем не на маленькой шарообразной земле, а благодаря сотовой связи он дальше скажет, что мы живем на относительной плоскости. Ну, это меня прошу, пардон, извини. А, ладно, тогда извините, давайте про сотовую связь, чтобы не терять нашего... Ага. Ну вот, Слава, видишь? Ну, а что извинить? Ну, тогда будет поле для Юрия Тимовского, Макса Беляева и... Вячеслав, давайте, Юрий задал вопрос, пускай ответит ему вопрос по антенне. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей. достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения Дымчатый Бог. Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения Саник также достигли так же этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. по антенне. 50 километров. 50 километров. Есть такие случаи. Где бывают? Бывают ферровые гелунги, изолаты, транспсибирианы. Транспсибирианы. Да, это на железнодорожных путях. Есть такие в редких случаях и есть такие случаи. Такая возможность постановки этих антенн на 50 километров. Получается 25 и 25. А тут я могу сделать хэндовер. Потому что главное это чтобы звонок не пропал. Значит я тут должен тут копертура должна быть укрепляться. Эта антенна должна сделать и вот эта зона которая мы все знаем на английском она звучит хэндовер. Это зона покрытия. И GSM называется вот так хэндовер. Потому что телефон всегда он связан только с одной сотой. 2G 3G но по коллегаться в 3-4 челли. Значит это только когда мы говорим о 2G если мы говорим о 3G значит можно 2-3 челли 2-3 сотые он может сделать. Максимально трех. Может сам решить. параде софт хэндовер. А это говорит софт хэндовер. Мягкий. Светлана смотри Светлана уточните вопрос смотрите антенна просто-напросто по правилам опять Юрий задал вопрос то что как конечная антенна то есть она может добить до 35 по стандарту то что ставят или ее могут еще дальше настроить без всякой второй вышки которая находится вопрос не в том у меня был я понимаю сейчас в данном случае связь речь идет не о приеме телефона а связи вышек между собой так называемые радиорелейные антенны которые видеобарабан ставятся да да вот сейчас Юра он понял да окей это моя работа ты понял да Юра слышал антенны это вот здесь они связаны между собой и вот всегда есть одна рнс это в зависимости или 2 или 3 и вот эти радиорелей вот здесь находятся радиорелей они разговаривают только между собой связь между собой только но я думаю У меня должна быть открытая местность. Если у меня, например, находится какая-то гора посредине, это не получается. И я должен делать другим. Класс. Все правильно, это я хотел узнать. Теперь второе. Теперь я должен спросить у связиста, правда ли, что эти антенны устанавливаются строго перпендикулярно плоскости Земли и что они узконаправленные? Юр, подожди минуточку, давай еще раз повтори, пожалуйста. Антенны супердирекциональные. Вот, антенны, ты понимаешь, супернаправленные. Они должны быть узконаправленные. То есть, сейчас пускай, если не поймет, переведите, пожалуйста. Антенна должна быть направлена по прямой видимости на другую такую же антенну, почти что-то идеально, потому что это узконаправленная антенна. Ну, ты слышал, да. Давай так. Монтаня. Гора, давай так. Что она, антенна? Вот антенна. Эма, я не знаю, антенна. Нет, Юра здесь видит тебя. Вот здесь. И тут. Вот эта антенна должна находиться, смотреть вниз, а эта вверх должна смотреть. И вот они должны быть на идеальной линии. Ну, скажите так ему, да, скажи так ему, что... Так ты сам говорит, Юра. Ну, может, он не поймет все. Просто я же не могу по-итальянски говорить, правильно? Нет, а я буду переводить. Не переживай, не переживай. Поэтому я говорю. Наши специалисты, наши специалисты русские утверждают, что антенны радиоролейны всегда ставятся только перпендикулярно Земле. Больше никак. Слышал, да? Я найду в интернете там какие-то фотографии. На горе тут, в Италии. Куча антенны смотрится наверх вот так. Но нет, неправда. Сто процентов. Дело в том, что я именно... Я понял, о чем сейчас речь идет. Дело в том, что я пробовал найти такие фотографии. Нету, на вышках всегда они стоят именно перпендикулярно. Я найду и посылаю все это. Я найду, я найду. Я сам могу снять эту фотографию, потому что Басана, все эти антенны, которые пункты меняют. Вот, у нас здесь 35 километров, но есть городок Басана, и есть эти антенны, которые смотрят вверх. А теперь я вот что хочу сказать, да, теперь. Почему я спросил про 50 километров? Почему вот эта схема, которая сейчас была нарисована с горой, она в принципе... Ну, сейчас объясню. Дело в том, что на 50 километров спад высоты 50 метров. 49 метров. То есть, для того, чтобы высоты были направлены, это невозможно. Нет, нет, есть какие-то формулы, но не... Есть некоторые формулы. Значит, первое, это зависит от... Если мы говорим о 50 километрах, значит, мы говорим о гигагерст, 7, 6 гигагерст надо использовать. Потому что есть высокая фреквенция, господи. Частота... Что ты сказал? Ну, 13, 15, 18 гигагерст это тоже есть радиорелет. Есть радиорелет на 38 гигагерст, но длина очень меньше, там, я не знаю, там какие-то 5, 6, 7 километров. Конечно, не 50. Чтобы сделать 50 километров радиорелет, надо какой-то низкая частота. Низкая для микроэй, низкая для радиорелет. Самая низкая для радиорелет это 3, 4 гигагерст. Но это военные частоты, но это не... Да, для военных частоты. Да, для военных частоты. Можно использовать 7 гигагерст для 50 километров радиорелет. Но... Депендент от профилов. Смотря на то, как земля идет. Тут, может быть, есть какая-то гора. Гора. Ну да, да, да. Возвышенность. В базе на фреквенции. Есть такой ученый Фрезнел. Это моя антенна тут. Это моя антенна тут. Есть теорема Фрезнел. Эта линия в международном. Эта идеальная линия. Сигнал. Как идет сигнал? Сигнал идет вот так, как колбаса. Как колбаса. Правда. Это называется Фрезнел. Фрезнел. Чем большая фреквенция, тем большая колбаса. Значит, Фрезнел что говорит? Чем меньшая частота, колбаса более жирная. Более толстая. Если тут у меня есть гора, которая идет вот так, внутри Фрезнел. Если, чтобы проверить аттенуацию, проверить блоки сигнала, должен входить в 40% сигнала. И чтобы иметь блок сигнала, мы должны... Он должен... Это круглый. Это круглая колбаса. Это вот так. Это моя колбаса. Видно, в деталью, да? Фронт и ретро. Это фаз. Если мы вот эту колбасу разрежем и смотрим на нее... Это моя гора. Вот это моя гора. Да, да. Роман. Смотрите. Я понял, о каких он формулах говорит, но на любом занятии для радиорели есть такое правило. Мы должны учитывать высоту вот этих хребтов. То есть мы как бы делаем перенос с карты, то есть в поверхности. Есть вот всякие там ямы, потом различные подъемы типа сопок, горки. Но по сути там же не учитывается кривизна земли. Ах. 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 Ой, então я постар 2200. Подожди вотgy. Значит, выходная мощность. У меня выходная мощность. Далла радио. Из-за радио. Потом антенна. Потом антенна. Антенна у него дает. У антенны есть запас плюс. У него дает пассивный запас. Пассивный запас. Приблизительно пишем 30. А тут меня получается 70. Потом есть воздух. 50 километров воздух. А тут сигнал уменьшивается. А тут получается, что это другая антенна. А тут получается у меня, я не знаю, например, из 70 я иду до, я не знаю, free space loss, 50 километров, 7 гигаэртс. Не знаю, 20, может быть. Потом еще моя антенна, которая тоже имеет гарантию. Гарантию испанил. Ну, гарантию испанил. Гарантию испанил. В испаниле 30. Значит, тут у меня получается 50. Значит, я передаю 40 и получаю 50. Окей, хорошо. Это чуть-чуть невозможно, да? Потому что тут может быть побольше, давайте 5, не знаю. Потому что это всегда получается меньше, чем цена передачи. Это статическое формула идеальная, потом что случается? Что случается? Дождь, например. Нево. Снег. И на поверхности, если есть небо, есть лифтинг, которая создает проблем. И получается, что от земной поверхности идет отображение. Я как инженер, я должен предоставить качество. И качество измеряется. Не может быть 100%. Не может быть 100%? Не могу сказать, что радиорелай будет 100% по стаянно. Не могу сказать, что на 100%... Но, по-каку, мне говорят, что... Смотрите, я не могу за это больно. Мы не можем гарантировать 100% чистоту моей работы. Когда пьет, например, когда идет дождь... И, значит, когда идет дождь... Оооо... Парла ты, пожалуйста. Но когда снег, когда дождь, там сигнал уменьшивается побольше. Значит, тут я передаю 70, а тут я не получаю 5. Может быть, я получаю минус 10, не знаю, минус 20. Смотря тут, какая погода. Погода очень, очень... Плохая. Плохая, дождливая. И, чем больше частота... И эффект дождя... Глиняет сильнее эффект дождя. Существуются в мире... В Бразилии, в Бразилии, где дождь идет очень сильно. Существуются вороты. Невозможно использовать никакую частоту. А, некоторые, извините, некоторые частоты нельзя использовать, потому что радиорелейка вообще упадет. Когда дождь. Потому что дождь очень сильный. Но это Бразилия, это там экватория, у них просто терпикали. Это понятно, да? Разрешите, я кое-что сейчас зачитаю. И это инструкция по установке радиорелейных антенн в России. Давайте я зачитаю, чтобы было понятно, что мои слова не голословны были, да? Я не буду брать сейчас весь мир, я говорю то, что делается у нас. Зачитываю. Антенна при монтаже должна быть установлена в горизонтальной плоскости по заданному азимуту. То есть азимут – это направление на корреспондента, определяется с помощью геодезических приборов и обозначается линией на антенной площадке. При правильной установке антенны боковые грани должны быть параллельны этой линии. Теперь дальше. Проверка установки антенны в вертикальной плоскости осуществляется с помощью уровня, который устанавливается на верхней части рамы. То есть антенна ставится строго по уровню 90 градусов перпендикулярно Земле. Не может быть. Ну вот я читаю, как это не может быть. Я верю, что вы читаете, но… На практике. Я знаю, что это не может быть. Особенно на горах, в горах. В Барсселе тоже есть горы. Юль, сейчас секундочку. Смотрите, давайте так. О горах мы поняли. То есть смотрите, вы непосредственно выезжаете в горы. В горах есть определенные высоты, вы это учитываете. Ну и вы выводите по какому-то принципу. А давайте мы представим, что вы на плоскогорье, скажем так, либо в какой-то неизменности это ставите. И там практически ровная земля. Давайте горы уберем тогда. Да. Хорошо. Хорошо. Как это работает? Как это работает? Незаверное формула, есть другой фактор очень… Значит, формула есть другой фактор очень… … 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 обозначает неровность, неровность поверхности. Чем больше неровность земляной поверхности, più la qualità è alta del radio link. Значит, качество linka, ну, link, radio relay. Ah, radio relay более лучше. Почему так получается? Perché se nel caso ideale, che non ci siano montagne, che sia completamente piatto, in caso, in caso, quando è in caso, che è una polazione, in ideale, che è un fattore, che è il multipaff, che è un fattore, che è il multipaff. E è un fattore, che è un fattore, che è un fattore, e sempre c'è una piccola parte di un fattore, che fa così. E sempre, Да, да, есть некоторая часть, которая идёт, сигнал идёт таким образом. И если у меня в этом моменте поверхность ровная, и тут есть снег, например, или, например, замёрзшее озеро, типа в Сибири, и, например, как в Сибири, и вот этот сигнал, это получается ужасно, потому что этот сигнал получается очень сильным. Это короче, это плохо. Вот, вверху хорошо, а внизу, ну, всё. Вот смотрите. Извините, а вот вопрос, смотрите, ну, мы поняли, он переотражается, смотрите. Суть такая, неважно, что снизу поверхность, она ровная или нет, мы имеем в виду, вы ставите на плато, и у вас высота, ну, 100 метров от моря, и там, где другая радиорелейная, 100 метров от моря, по уровню моря. У вас измерили это геодезисты. Мачты у вас, ну, представим, там тоже небольшой высоты, у них тоже одинакова высота. Вы это всё настраиваете над деревьями. Это всё высчитали. Какое максимальное расстояние вы можете просто-напросто высчитать. Ага, Гэбби. Ага, Гэбби, да. Ага, ты, всё. Ага, теперь, если вы sharpите, смотришь, это... Суня, ну, не знаю, но это можно запорить, если мы же представим, что-то, мисурение, что установят их объявил, полный ободелы, во-в-в-в-в-в-вс-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Дистанция максимальная. 80-90 километров. Замечательно. Допустим, это зависит от того, какая частота я хочу отправить. Если самая низкая частота, я могу отправить это до 80-90. А еще 100-120, если там только один канал. Светлана, можно сейчас, Юр, секундочку, я просто добавлю. Получается, понятно, что чем ниже частота, то есть длина волны длиннее, то это нам не важно, какую ширину сигнала, какое количество данных он передаст в единицу времени. Нас интересует. Все равно он будет настраивать антенны ровно одна на другую по горизонту без учета кривизной земли. Правильно? То есть у него формула ФВ нет. Вы понимаете? У меня нет. У меня нет. и на миссионном и дистанции, но не требуется сейчас говорить о frequенде высокой и низкой. Лайдер на дистанции на две антене которые могут иметь , это дистанция более глубая. Что это? Если все будут в условиях идеальной и сцепить на зверху, то есть дистанция более глубей. возможно. Но как... Допадет на потенциал. Ва бе... Ва бе... Ва бе... Ва бе... Ва бе... Мы говорим сейчас о теории. Потому что если я у меня максимальная потенциал, то можно и оттуда 500-600 км. Если так, то если это теоретически, то я могу... Дистанция из 500-600 км. Моя проблема – это ария. Моя проблема – это ария. Не ария, ария – ария – не сигнал. Потому что моя проблема – это воздух, который... Если мы, например, идем в космос, по теории, как нам говорят, что там ничего нет, значит сигнал может до бесконечности проходить. Потому что нет посредине воздуха и нет никакого искривления из-за воздуха. Светлана, нет. Смотрите, я не говорю о теории. Сейчас, секундочку, Свет. Крайний вопрос, потом Юрию передам слово или кто следующий. К этому вопросу смотрите. Практически, когда вы приходите на практические занятия по радиорелейной связи, настраиваете антенны, вы выстраиваете по горизонту. Даже если вы не видите, то вы должны просчитать просто по высоте от уровня моря. То есть они должны быть на одинаковой высоте и выставлены ровно по уровню. Это практика, не теория. Слушай, ну у нас уровень моря еще разный. Да нет. Дело в том, что четко в инструкции написано, юстировка антенны производится строго по уровню. Вот четко написано, чертом по белому. То есть, ну как это понимать по-другому, если написано так в инструкции? Юр, тут просто имеется в виду, что сейчас объясню, что по горизонту, то есть выровнять, то есть лучше всего поднять мачту, грубо говоря, выровнять по высоте от уровня моря, просчитать эти все прогибы, то есть и где поставили следующую базовую станцию, лучше, конечно же, вывести по горизонту. А то, что он рассказывает, ну это уже, ну, есть горы. Я говорю то, что обычно это делают, и ты говоришь об этом. Я поэтому говорю вот-вот, вот-вот. Ладно, оставься ларя, это не дискорс для ларя. Итак, сделаем так. Одна антенна, другая антенна, ты говоришь, на геттатах. И одна антенна должна связать другую. Делаем так, что ей, одна антенна, должна связать другую. Дистанция, максимальная дистанция. Да, если я не считаю, это может быть инфинит, но потом придется до того, что они не говорят больше, да? Хорошо, не так. И, кстати, до того, до того, до того, до того, до того, когда они могут говорить. То есть, на самом деле, на самом деле, есть пункты-радио-дигитальные, потому что мы говорим более сложные вещи, которые могут идти под 100 км, 80 км. Есть пункты-радио-радио-радио-радио-радио-радио-радио-радио. Может больше. Может больше, И вот она идет Радиорелет прямая, да? Да, правильно, фреквенция супер-басса, потенция супер-альта. Парвайте, пожалуйста, Мадонна. Чистота очень низкая, мощность очень высокая. Понятно, понятно. Дело-то вот о чем речь идет, я конкретно сейчас говорю. Дело в том, что, понятно дело, да, что существует там какая-то теория, что можно и на 100, и на 120 км. В практике мы все с вами прекрасно знаем, что вышки можно ставить на расстояние 50 км друг от друга. И все это работает, и это любой подтвердит человек, да? Давайте теперь... В чем вопрос-то, да, проблема в чем? Объясняю. Берем относительно ровную поверхность Земли. Не горы, не сопки, относительно ровную поверхность, да? Вышки, как правило, не более 50 метров высотой. Нет таких вышек больших, да, 50 метров высотой. Есть, есть, есть. Берем 50 метров, потому что это стандарт, по крайней мере, у нас в России стандарт вышек 50 метров. Опять-таки могу показать, где это показано. Вот. Давайте так, значит, смотрите. Две вышки, две вышки располагаются на относительно ровной поверхности на расстоянии 50 км друг от друга. На них стоят на высоте, да, на верхушке, две радиорелейные антенны, которые узконаправлены, которые направлены от одного абонента к другому. Но дело в том, что по геодезическому калькулятору учёту из кривизны Земли, при высоте вышек 50 метров на расстоянии 50 км, кривизна Земли составляет 49 метров. Каким образом на 50 км вышки могут связываться? Каким образом? Ты capito? Вот этот хороший вопрос, который Сандро всегда не знает, как ответить. Давай, давай. Ты понял, да? No. Давай, давай. Allora, суберфище идеале. Си, если бы у нас была груза террестра, как бы вы говорили, как бы вы говорили, что это было. Esatto. Какой дискорс, да? Да, да, потому что 49 метров, что у нас должно сшедаться на торре до 49 метров, на дистанции до 50 км, 49 метров. И тогда как ситуация? Не знаю. Вот, это вы начинали. Ну, Юра. Вот так, да, вот так. 49 метров, да, как? Каким образом? Ну, как? Эскаватор, тут и все. Ты понял? Ну, это же работа. Так если сами говорите, да, что аж там 80 км прямая видимость существует, это как? А, ты понял, что я не знаю, потому что я не знаю, потому что я не знаю, если есть 50 км радио-рилейка на 50 метров, потому что Покачи, Внадим, Салихард. Мы строили набагато больше, чем 50 метров. Хорошо, хорошо, сейчас, Юра, сейчас, секунду, смотрите, вы нарисовали радио-рилейки по, скажем так, по определенному уровню, а у вас же радио-рилейки по уровню должны быть относительно смотреть уже вверх, не на один другого, а получается где-то вверху пересекаться. Ром, я тоже не поняла. Ну, смотрите, вот здесь у вас радио-рилейки стоят, скажем так, вертикально, но это относительно общей плоскости, и получилось у вас как какая-то сопка. Ну, по большому счету, если все... Это мы посмеялись насчет курватуры, насчет курватуры. Да нет, я же говорю, я только сейчас обратил внимание, в таком случае радио-рилейные антенны не будут смотреть одна на другую, даже если они будут ставиться от ответственности, то есть не сама горка, они вообще будут вверх все смотреть обе, если это будет круг. Траписферная связь, и это уже будет аналогичный. Это будет дегитальным. Ну а с пейта. А, вот Юра, кстати, показал. Вот, 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 вот. Скинул. И капитал? 50 километров дистанция. Да я не думаю, что только 50 метров там. Но я не говорю, я не хочу сейчас... Нет, нет, я просто к чему говорю, это я взял иллюстрацию из учебника. Да, да. Поэтому это у нас так практикуется. То есть, может быть, у нас земля другая, а вы живете где-нибудь вообще на другой планете. Я не знаю. Он был в Надыме, Покачи, Салихард, Новый Уренгой, Тюмей. Он все там строил. Это 25 лет назад. Нет, нет, нет. Смотрите, что я подскажу. Вот сейчас спускается, отрет с доски все это, и нарисует шар, а потом с учетом горизонта того места, где стоит антенна, нарисует эти две антенны. Они получатся друг от друга на большом градусе отклонения. То есть, получается, снизу будет уже мачта, а сверху будет расхождение большое. И вам поймет, что это такое на 50 километров расстояние. То есть, сейчас ты пулишь и изделяешь одну сферу. И если ты ставишь эти антенны на 50 километрах, ты увидишь, что все будет отличным. Так, чтобы понять. Да, я понял, но это не... По-русски. Значит так, allora. Это исследование. Это исследование. И как это строится? И анализирует ли это в среднем. Значит так. Сделаются исследования. Инженерные исследования на 50 километров. Если мы будем брать. Инженерных исследования на 50 километров расстояние в среднем. Учитывается в этом и кривизна земной пересечки. Я имею координаты в этом положении. Я имею координате в это место. Я имею координаты в этом месте. Автоматически я знаю, что тут есть 50 км грн. И потом есть формула, с которой я сейчас не помню, которая мне дает, сколько метров мне тут надо. Давайте так, тут вообще равна, ничего нет, ни горы, ничего нет. Вообще все равна. И эта формула, мне скажут, я могу это делать, потому что у меня на моем компьютере есть. Я вам скажу, завтра я вам скажу, на 50 км радиорелет минимально... С высотой высоты. Сколько там надо метров? Тут и тут. Я не знаю, я не могу сейчас сказать, что 50 метров достаточно. 50 метров достаточно. Завтра я вам скажу. Сейчас вот... Это только в зависимости от высоты вышки. Чем больше расстояние, тем... Есть формула, которая... Я не знаю, правильно, неправильно, но эта формула нам расскажут... Это курбатура террестра, в базе координаты. Ну вот, да. Здесь только надо использовать координаты места и по этой формуле можно высчитать высоту вышки и здесь учитывается... Это теория, которая из книжки... Из книжки, ну вот, из учебника. Дело в том, что когда он работал на севере России, ставились выски до скольких? 80-90 метров. Вот такие выски и на расстоянии... Ба, не помню сейчас. Ну, ну, 40-50, 30... Я не думаю, что мы сделали больше, чем 50 километров радиорелека, не помню. Но там не можно сказать, что там все ревно, потому что там есть и тайга, там тундра, там... Деревья высокие, да. И из-за этого вышки ставились... Иногда есть какая-то маленькая гора, там... Да, да. Неровная поверхность, да. Но все равно тут вообще обычная формула. Я понимаю, что... Да, да. Вот что-то в этом рисунке вот сейчас вот Сандра смотрит. Может быть, потому что здесь нет высоты вышки, вот... Ну да, понимаю, понимаю. Но я не знаю сейчас, я не могу сказать, что... Если у меня есть 50 километров радиореле, сколько мне метров надо тут и тут? А, и вышки. Сколько у меня метров тут и сколько у меня метров тут? Сколько у меня минимум? Сколько у меня минимум? Я это не могу сказать сейчас. Через два часа я вам скажу. Да. Потому что сейчас я не сумму курьёв. Потому что он сам сейчас... Ему тоже интересно стало, как это делается. Ну, смотрите, смотрите. Извините. Я просто хочу добавить, ну, как это делается, как этому учат вообще по поводу радиореле и медсвязи, которая наземная. Ну, вот, вышки. Просто-напросто вы должны получить точную карту там, где вы находитесь. Вот. У вас есть так называемые, ну, не рэперные точки, а вот такие вот юстерёвочные точки, там показана высота в метрах. Сколько метров? Угу. То же самое вы получаете часть вот этой карты, которая находится там. Вы даже прикладываете обычный листочек и смотрите на этом листочке впадины и подъём. То есть будут мне не мешать, но есть ли там определённый перепад. Ну, ладно, это пропустим. Роман, Роман, извини, пожалуйста, потому что много информации я должна сейчас перевести. Вот. 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 По этой топографической карте смотрится, в первую очередь, чтобы не мешали подъёмы. Что, но не нужно. Ага. Дальше. Там, где вы собираетесь поставить вторую вышку, тоже смотрите эту высоту. И у... Можно сказать, Роман. Когда ты, председатель, ты, председатель, ты, председатель, ты, председатель, ты зна снизури, ты. Нет, ты сна и тварины. Да, ты сна и тварины. Да, да. И теперь вы смотрите, насколько по высоте у вас идет эта разница между антеннами. То есть там, где от основания, вы начинаете, соответственно, поднимать высоты той или иной другой пушки. Профиль. Он сказал, да, я знаю. Профиль. Окей. Дальше, Роман. Вот. Ну, я вот заканчиваю. То, что вы посмотрели основание и смотрите разницу по этим высотам, вышкам. И, соответственно, вы поднимаете на определенную высоту больше или меньше эти антенны. И вы ставите их на одинаковую высоту. То есть, грубо говоря, чтобы у вас относительно уровня моря, вообще общего уровня моря, была одинаковая высота. Вот этих вышки с землей, вот это, то есть, грубо говоря, там 150, ну, грубо говоря, 157 метров от уровня моря, и там 157 метров от уровня моря. И это компенсируется высотой вышки, ну, то есть относительно земли. Вот. Но общая сумма, то есть общая сумма от уровня земли 157 метров. И вы по горизонту их, и по азимуту выравниваете. Горизонт и азимут, по градусу. Все. Вы понимаете? Пенсю, да, но не думаю. Думает, что понял, но не думаю. Не знаю. Давай так. Это моя топографическая карта. Это вот так. Это вот так. Вот эта гора. Да. Монтанья, это точно так. И до того, почему у меня есть другая монтанья? Вот эта другая гора у меня есть. Это чуть меньше. Это поменьше, например. Это выше. Не знаю, тысяча метров тут, а тут 600, например. А тут у меня, не знаю, вот так, да? Да, да, да. Так, Роман, да? Да, да, правильно рисую. Радио-радио. Честно говоря, мне не доводилось таким перепадом 600 и сколько там. Ну, это так. Это так, чтобы... Так и есть. И Швейцария, Италия, так и есть. Мы говорили... Это 3000 метров. Смотрите. Вы говорите правильно. Никто не спорит. то есть вы рассказываете про горную местность. В горной местности идут поправки еще по углу наклона антенны. То есть сейчас антенны позволяют, грубо говоря, наклоняться, и, соответственно, у них есть кожухи, то есть от дождя и в этом духе. И вы вначале выравниваете по азимуту, то есть по высоте вышек, а потом еще по углу наклона, то есть это обычный угол. То есть мы понимаем как это работает, да, вот. Но если мы не говорим о таких сумасшедших перепадах, о максимуме перепад, там, 40 метров, вот такая вот относительная местность, вот тогда там уже идет... Это не стремно. Да, не стремно. Сейчас он переделает, сейчас, Роман. Ва бе, но... Ну, ва бе, мы говорим о нормальном уровне, но не говорим о... Окей, но沒事. Это легко, да, но ничего. Много 1200, лучше, да? Пармон, в русско... Ну, нет. ...ангип, на гипп, на гипп. Ну, давайте так, давайте так. Хорошо, у меня тут немножечко 40 метров, у меня 50 метров. Значит... Почему я должен построить 10 метров, чтобы получить 50 и 50? Не стоят гроши. Деньги, гроши. Я могу прекрасно вот так ездить, без проблем. Ради ролейка не должен быть горизонтально. Это не имеет никакого значения, никакого разница. Самое главное, что эта тарелочка тут и эта тарелочка тут, что они смотрятся друг в друга. А как вы по углу сравниваете? Но, опять же, вы даже, когда высчитываете угол наклона, вот у вас базовая единая прямая, то есть треугольники, то есть получается все равно вы высчитываете относительно плоскости, общей плоскости. То есть, так же формула работает. Общая плоскость у этих двух высших. И когда вы высчитываете угол наклона, то есть, 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 то есть. По-русски. Но, значит, в этом случае как идет настройка? Там есть маленькие микро шурупчики, и ты по этим чуть-чуть, по чуть-чуть происходит эта настройка. Сколько сигналов у меня есть? Я знаю, что там формула, мне скажут, что я должен получить тут сигнал на уровень, я не знаю, минус 20 dBm, и я получаю минус, я не знаю, минус 30. Ну, значит, я не, 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 не. Ну, значит, у меня не получается прямая настройка. И вот настройщики по чуть-чуть, ну, да. По миллиметру, каждый раз по миллиметру, и настраивают антенну на другую. Потому что часто есть такие расстояния, такие длинные, что они между собой, невозможно их увидеть. Представляем, если, например, туман. Хорошо, скажите, пожалуйста, у вас есть такие специалисты, которые должны просчитать примерный угол, на какую высоту надо поставить эту мачту, или вы все вот устанавливаете, и потом уже своим, ну, то есть не практикой набираете, вот, то есть приехали, и вот так вот настраиваются. Или у вас еще есть, скажем так, проект, по которому все это рассчитывается. То есть это другие люди. Проект? Да, ты слышишь. Проект расскажет, что тут должна быть, эта антенна должна быть на 40 метров, и эта антенна должна быть на 50 метров. Значит, потом там специалист, там идея, там монтирует антенну на 50 метров, это можно мерить на 50 метров, тут монтирует на 40 метров, а потом что получается? Тут есть люди и тут есть люди. Одновременно. И они полагают друг друга через мобильник, через, я не знаю, какой-то связь. И они знают азимут, и они знают угол. Но азимут и угол, это чтобы там... Прямая связь была? Ну да, там чуть-чуть, окей, хорошо, я знаю, азимут там сколько? Там 20 градусов. Азимут 20 градусов. Как ты меряешь азимут? С компасом? С компасом, правильно. Ну да, компас, азимут. Компас, это не, 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 чистый... Там 20, 21, 22 градусов. Значит, я знаю, там приблизительно 20 градусов. Хорошо. Я там монтирую моя антенна. На другой стороне то же самое. Если у меня азимут 20 градусов, для других получается 20, плюс 180. Если у меня азимут 20 градусов, для других азимут 200 градусов. Хорошо, потому что азимут, ну, всегда 80 градусов. И потом начинается. Я там регулирую чуть-чуть, потом остановлюсь, потом другой регулирую чуть-чуть. Иногда получается 2-3 часа работы, чтобы поставить антенну, как они должны быть. И всегда есть какой-то запас. Потому что проект скажет минус 20. Но если они не могут, там, я не знаю, там они не найдут друг друга, коли антенны. И сигнал они получают минус 25. Это все равно хорошо. Это все равно рабочий сигнал. Потому что радиорайка работает до минус 70. Не знаю. Все равно у меня есть запас тут. И это запас. Почему мне надо этот запас? Когда там снег, дождь. Природные условия не позволяют. Конечно. Тут у меня получается 5 dB меньше запас. Но все равно запас хороший. Если я не могу... Если не могу направить антенну. Иногда получается. Получается очень плохая погода. Радиорайка 10-15 км. Не видно. Я просто объясню. Если... Ну, чисто по логике. То, что и вы рассказывали. Получается. Если вы антенну поставите под очень низким углом. А вторая антенна вот там где 40 метров. будет ниже. То получится. Она может пересечься с... Скажем так. Будет отбиваться от какой-то вот горочки, стеночки. И тогда может вот этот сигнал переотражаться. И, грубо говоря, и шуметь. Ну, вы поняли. То есть будут помехи больше. Поэтому и стараются выводить больше по горизонту. Ну, как и по классике. Правильно я вас помню? То есть, ну... Все равно, то есть углы... Ну, говори по-русски. Если тут два антенны... Посмотрим, если я понял. Не знаю. Если эта антенна очень низкая. Вот так, например. Да? Не-не-не. За антенной... За антенной... За антенной... Вот, которая ниже. Ниже. Дальше-дальше. Там какая-то горочка, бугорок. И вот, когда идет переотражение, от которого вы боретесь, она начинает вот... Си-си. Да, да. Я теперь понял, Роман. Я понял. Детро антенны... Си-си. И... Си-си. Си-си. И вот это. Да. Си-си. 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 Па-си. Си-си. Си-си. Понятно, и поэтому, если есть что-то, они думают о том, чтобы сделать это оризонтально возможно, чтобы не иметь этот тип... Но я не знаю, что это, sincerо. Роман, скажите так, как я прочитал. Я просто так, как Роман, никто не хочет, чтобы... Это просто эксперимент. А, окей, окей. Ну понятно, все-все, Роман. Ну, понятно, все-все, Роман. Ну, понятно, все-все, Роман. Ну, понятно. Если, например, гара каменная, И сигналы исчезают. И сигналы, ты потеряешь сигналы. Но, если мы поставим зеркальную поверхность... Зеркало на счет радиороле, это получается металл. Но кусок металла тут. Поставим металл. Это может быть. Потому что металл рефлекти. Это отображает сигнал металл. И... Бетон, поэтому... Бетон, бетонная поверхность... Проблема свои металли. Только говорит металл. Бетон, он впитывает в себя сигнал. И получается отображать. Беталл и аква. Вот. Металл, вода. Вода тут невозможна. Вода горизонтально не может находиться в горизонтальном положении. В вертикальном. В вертикальном положении. Водопад. 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 Хорошо. Тогда, получается, все-таки мне интересный вопрос. Я передам слово Юрию, Максу. Вопрос такой. Все же, получается, что вы, когда начинаете настраивать эти вышки, у вас же приходят документы с проектного института. Проект. Прочек должен быть. И там должны быть высоты этих мачек. Это он делает. Вот. Ну, а как... То есть, и под каким углом эти антенны? Или вы просто этим практически пытаетесь настроить? Без всяких просчетов. Без этих углов наклона антенн. Да, я поняла, Роман. Так, ну, да. Ну, пока не делаешь. Ну, конечно. Ну, а в этом году в зависимости от детей. Да. Да, я поняла. Ну, да, все, да. На самом деле. Да. И вот это я. «Амин». А, да. Ну да, да, да. У нас есть несколько membri. Даже сформированы, которые делают в кино. Да, это, конечно, и, из-за… Сколько он выходил в поле, и всё эмпирическим методом? Но есть же проект. И понятно, что вот когда вы приходите на объекты, то, что написано на бумажках, потом этот проект переписывают. Но всё равно, когда вам пишут с метод, сколько что стоит, какую вышку, то есть они должны примерно почему-то рассчитать. Понятно, есть форс-мажор, есть какие-то неучтённости на местности, но тем не менее, когда вышки ставят, то у них получается, что базовая единая плоскость. То есть как они высчитывают, или они высчитывают с помощью учёта кривизны Земли? Очень вопрос. Когда ты делаешь калькули, ты используешь на суперфище террестра, курвоза или нет? Да, эти формули я учитываю при кривизне. Я знаю, что я хочу строить радиорелека между станцией А и станцией Б. Я иду там, GPS, у меня есть координаты, и тут тоже координаты, и потом, что мы сделаем? Когда, если тут два, три, четыре километра, можно из бинокуляра бачить друг друга тут, можно видеть, если я из станции А вижу станцию Б, ну хорошо, там всё видно, ничего нет, там нет ни горы, ни другие здания, ничего нет, можно строить радиорелека. И это очень обычно делится на сотовый связь, потому что на сотовый связь дистанция между двумя пунктами. Это очень коротко, там два, три, четыре, пять километров, шесть километров максимально. В городе даже 500 метров, 600 метров иногда строится радиорелека. Это вообще, как назовем, вообще, это очень просто, очень просто. Тяжело это, когда получается, когда не видно, и получается 15, 20, 30, 400, 40 километров. И, значит, сделается, потом сделается анализ, смотрится топографическая карта, что тут есть, место, ситуация, ситуация, может быть, есть город тут, может, есть озеро, озеро еще хуже, чем горы вообще, 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 озеро. Озеро. Озеро, ну, вода. Вода, озеро. А если город тут, например, очень видно в Альпе, тут на город. В Альпах. Если не вижу, тут есть маленький, не знаю, станция А, станция Б, но тут есть город, на монтанне. Горы, горы, горы. Но тут находится гора. То не могу строить прямой радиорелейка. Может, тут я могу строить это вот так. Там возвышенность, да. Спекью. А, спек, а, зеркало. А там сверху я ставлю зеркало. Тут, может быть, есть другая гора, не знаю. Может, другая. Тут видно, отсюда видно вот этот пункт, сюда, и отсюда тоже видно этот пункт. И тут я могу строить кусок металла, и у меня есть, получается, радиорелейка. Хорошо, а можно вопрос? А вот этот кусок металла, который вы ставите, вы поняли, ретранслятор, да? Пассивный ретранслятор. Пассивный, да. Пассивный, да. Пассивный, да. Можем, мы представим, что это какая-то низменность. 100 метров. 100 метров. Это тоже 100 метров. И здесь тоже 100 метров. Это, например, на горе 2000 метров. Эта антенна смотрицверк. и есть наклон зеркала вниз вот как будто бы лазерным лучом и вот так должно быть отражено и пойти в другую сторону то есть по факту она в землю должна смотреть промежуточная если это ну там 100 там 2000 она должна быть направлена ровно на зеркало сейчас станция станция тут станция тут а тут гора вот так а тут у меня есть это зеркало тут отображать аустрия это маленький поселок маленький поселок они вот так соединяются друг на друга и это наверху это пассивный это кусок металла все там ничего не надо там не электричество вообще вопросы но это все равно называется как бы это не учет искривления земли это учет местности рельефа все ну понятно 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 это не я понимаю я понимаю о чем ты хочешь задать вопрос будь так любезен еще раз вот давай я тоже хочу узнать давайте сделаем этот эксперимент я вам скажу 50 километров я вам завтра скажу сколько тут метров надо антенна это можно онлайн калькулятором вывести я вот нашел даже могу вывести показать я вам скажу не знаю форму для меня не если хотите можно вывести сейчас и посмотреть как это будет выглядеть вывести это порядка 49 метров будет можно этот слав можно тогда я свой этот экран захвачу покажу сейчас его зовут Макс ну да чтобы народ посмотрел тоже ну да с учетом вот этого искривления ну да можно ждем так так а это вы наверное отключить должны я не знаю видно там в эфире меня крутится только начало крутиться может быть сейчас не показывает да что-то показывает сейчас видно так ну вот смотрите нашел сайт такой не знаю насколько можно доверять этим расчетам тут теории немножечко в общем такая штука это высота наблюдателя это высота наблюдаемого объекта ну наблюдатель это у нас будет допустим вышка вышка 50 метров допустим да и ту вышку которую мы хотим видеть она тоже 50 метров ну и соответственно рассчитать нажимаем он показывает что видимый горизонт 26 километров 770 метров а дальность видимости показывает 53 километра 540 метров ну не знаю насколько вот этим расчетам тут надо разбираться в теории на самом деле вот но вот этот онлайн калькулятор типа показывает что вот 53 километра если две вышки это суммируется высота значит у них типа 100 общая ну как бы я так понимаю и вот если она 50 метров высотой вышка одна и вторая то в принципе 53 километра они друг друга увидят напрямую ну с учетом вот этого ну да 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 понятно это у тебя это у тебя дальность видимости учет есть учет кривизны земли калькулятор ну это очень простая нет ну а какая разница юр в данном случае они с учетом как раз кривизны здесь это считают иначе бы смысл вообще не было вот в этой вот канители то есть по идее 53 километра они могут стоять друг от друга если они будут по 50 метров обе если их сделать 100 метров или одну там ну пусть давай по 100 метров сделаем высотой рассчитать значит они могут за 75 километров друг от друга находиться ну по идее опять же здесь надо как бы по-хорошему видишь формула то формулами а по-хорошему блин даже было бы неплохо поэкспериментировать с этим делом макс опусти чуть ниже картинку вот свою картинку чуть ниже пустим посмотрите вот а ты вы не задавались вопросом почему-то одна антенна h а вторая они смотрят ни одна на другую там нету вот этого угла лишь они под углом типа на одну смотрят а если бы они по горизонту выравнивались то они смотрели вверх ну а не стро они строго как лазер пучком бьют ведь даже лазер рассеивается на расстоянии он как да но они то вот вопрос тогда вот нашему гостю смотрите если не на таком расстоянии они одинаковой высоты у них антенны должны смотреть вниз под углом обоих но по-хорошему да по-хорошему это если слишком большое расстояние вот он говорит но это это не така и главное она не за не не по русски даже я понимаю что антенна должен быть чуть чуть не数ados ниже они 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 пара горизонтально не буквально на курватурном а на наши каналы это 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 один миллиметр вот так не видно это разница вы поняли да в день миллиметра она не замечается не видно ее Они обе должны вниз смотреть, получается. А почему они такие кривые? А, нет, правильно. Господи, я уже... Здесь 26 километров, правильно? По-русски. Здесь 26 километров, да? А почему 26 километров? Сказали, здесь 53. Это максимально. Здесь 50 метров, здесь 50 метров. Здесь у нас есть 53 километра. Ну, 26, 27, 26 половина. Какой тут угол? Альфа. Какой тут там альфа? Какая разница между альфа и бета? Наверное, только один-два градус. Не, специально пойду вот так вот на вышке, поработаю и потом расскажу. Честное слово, тут очень много таких несростов. Вот именно на сами вышке. То есть, как бы, серьезно, но очень много таких вопросов странных. Тогда, может быть, другие, наверное, дистанции надо брать не 50 километров? Нет, они все равно, смотрите. Все равно. Да, даже вот какое-нибудь расстояние в таком случае, угол понятный. Если большое расстояние, то угол еще больше. Но я не видел ни одной радиорелийной, скажем так, антенны, чтобы она смотрела вниз. Ну, чуть-чуть так приспущено. Они все смотрят по горизонту. Ну, это же, чем дальше расстояние, тем ниже она должна клевать носом. А тут же вопрос в том, что, понятное дело, что там написано, вот Юра зачитывал, что они по горизонту строго выставляются. Ну, фиг его знает. Нам надо тогда где-то найти этот уровень, замерить градус. Не, Макс, ты же понимаешь, если ты не выставишь правильно угол хоть чуть-чуть, у тебя будет потеря. И ты вот даже рассказываешь, что гость эмпирически нацеливает. То есть они нацеливают. И вот, если они нацелили, они не могут их отводить по градусу, они по оптимальному мощности сигналы их восстанавливают. Понял? И они все горизонтально проездят по городу, ни одна хоть чуть-чуть не наклонена вниз. Сигнал. Сигнал, сигнал. Что мы сказали раньше? 50 км значит 6-7 ГГц. 6-7 ГГц. Это ципропага. Распространяется. Сигнал. Сигнал. И профил. И профиль. Вот так. Это что, профиль сигнала? Да. И эта антенна вот так. Если эта антенна 1 градус вот так, 1 градус вот так, не меняется очень богат. Меняется чуть-чуть. Как я раньше сказал, может быть я потеряю 1, 2, 3 дбит. Хорошо. Все. Ничего страшного. Ничего страшного. Если начинаем балакать насчет 38 ГГц, а потом это… Разговаривать не балакать, а разговаривать. А, да. А сигнал получается по-другому. А сигнал получается вот так. Колбаса это очень… Тонкая. Очень тонкая колбаса. Но тут, я не знаю, 5 км, а не 50. На 50 км я должен использовать 6-7 ГГц. И сигнал получается вот так. И если один-два градус… Я вам скажу, потому что… Но факт, то есть то лабора хватит или нет? Ну правильно, по-русски. Я делала эти работы. Иногда, да. Иногда получалось, что меня позвонили и сказали, Александр, вот тут ты ошибался, там… Ошибся. Ошибся. Мы не получаем сигнал, как ты сделал проект. И я ездил там сам. И иногда… Исследовал, выравнивал сигнал. Ну… Я знаю прекрасно, что один-два градуса – это не меняется ничего. Когда мы разговаривали насчет… Насчет… Длинных дистанций, да? Давай низкая частота. Низкая частота. 10 ГГц. Да. Насчет… 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 Регистраторы… Ну… По-русски. Мурари… Ладно. Вопросы? Ну… В принципе, понятно, да? Вот в принципе, что хотел… Макс показал калькулятором. Правильно показал, что они будут видеть друг друга вышки на… На 50 километров. Но при этом… Почему они будут видеть? Потому что кривизна земли составляет 48 метров. И видеть вышки действительно друг друга будут, но на один метр. Только вот теперь представьте, что на таком расстоянии как должны быть направлены друг на друга антенны. При таком спаде высоты. Если вышки всего лишь друг друга видны на один метр вышина. Не больше. Ну, да. Представляете, какая-нибудь фура будет там ехать где-то. Загородила все, связь пропала. Да, да, да. Да, да, да. Если, например, 50 километров… Да, 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 да… Я не думаю, что никто… Если 50 метров для 50 километров – это лимит. Я не знал. Я не знал. Потому что я не знаю, сколько… И всегда есть горы. Потому что 50 километров из ничего – это очень редко бывает. теоретически. Просто мы просто разговаривали… Кстати, Макс свидетель, у него на канале, мы разговаривали с нашими специалистами по сотовой связи, они говорят, что да, запросто на 50 километров они вышки ставят друг от друга. Это сто процентов. Не знал. Я думаю, что это не очень… 30 минута. Он поджигает. Точно. Ну, правило, да. Он поджижает. Он поджигаетет. Он грыз Satаник – это так винд Bref. Он с Alert Rose is… Но что это невозможно. Юра, можно увидеть этот проект, который ты отослал, с какого ты учебника отослал, он хочет посмотреть, потому что он впервые видит вот этот рисунок, который ты... Я хочу узнать, если существует такой радиоралей, который там длина 50 км и два движка за 50 метров. Хочу увидеть проект, если можно. Ну, проекты, конечно, я не могу предоставить, а вот откуда я взял этот учебник, естественно, почитательный. Если кто-то вам рассказал, я хочу узнать координаты, где он находится, и хочу переделать проект сам себе. Сам, сам. Хочу проверить проект сам. А он сделает, он перепроверит. Перепроверите вот этот рисунок. Он просто координаты. Координаты. Координаты, да. Эта проекция, потенция, и проекте. Ну, не проект, а... Проект. Ну, это не проект, а откуда Юра взял вот этот рисунок, вот эти исследования. А он взял из учебника. Хорошо, но существует такого? Есть в России такой радиорелеза 50 км на 50 км? Существует такой вопрос? Ты понял, да? Существует вот этот рисунок, который ты прислал, это действительно взято из какого-то проекта, из каких-то исследований или это теоретически просто так нарисовано? Я думаю, что это из теории. Эта книжка скажет, что это минимально. За 50 км надо минимум 50 метров. Но я не думаю, что никто не будет так сделать в реальности, потому что это лимиты. Ты понял, Юра? Я понял прекрасно, но я же говорю, мы же разговаривали с установщиком нашим, который ставит эти вышки у нас в России на территории. Он сказал четко и ясно, 35-50 км запросто ставятся вышки друг от друга. Я же не из головы это беру, потому что я не связист, я не специалист. Мы поэтому разговариваем с такими людьми, нам интересно узнать практику людей в разных странах, кто как это делает. Это интересно, поэтому мы общаемся. Я понял. Ты понял? Ну. Хорошо. Хорошо. Поэтому Юрий привезла- Он говорил с специалистом, который практика эти вещи, и он говорит, что до дистанции 35-50 метров, они метят эти торры, и они коллегатся, и они уникальны, перфектно. Окей, я хочу знать, если можно поговорить с этим специалистом. А, окей, тогда я расскажу, Юра, тебе сейчас вопрос. Можно разговаривать с этим специалистом и узнать, какие радиоролеты, какая частота, какая мощность. Юра, можно связаться с этим установщиком, с этим специалистом, потому что Сандро сейчас все, он спать не будет. Я не знаю сейчас, как найдем мы его или нет, но по идее-то связаться можно, если он в сети. Ну, если сейчас, конечно, было бы отлично, если нет, он... Может быть, там чуть-чуть и на горы ездит, там 10 метров до горы, это разница, да? Ну, подожди, потому что сейчас Сандро, все, пока он не вылеснет, это... Юра, зачем ты так сделал? Если можно связаться, было бы и хорошо, потому что давайте так, между двумя специалистами, ты говоришь, что этот с российской стороны, который устанавливает, а этот проектирует и устанавливает тоже. Ну, конечно, не сам устанавливает, но... Ну, да и он тоже, насколько я помню, он инженер, вроде тоже не установщик, но он как бы прекрасно это знает тоже. Еще лучше, вот еще лучше между инженером и пусть поговорят, а вдруг они даже знают друг друга, а ты не знаешь, где он работает? Я не знаю, если даже не помню, у меня есть он в контактах или нет, а сейчас поищу, посмотрю. Если он в сети, я попытаюсь вызвонить его. Если можно, конечно, очень интересно сейчас для меня. Для тебя, для меня. Для меня. Хорошо, тогда есть вопросы? У меня нет личного, я, в принципе, все, что хотел, я узнал. А если еще больше, на счет радиореле можно целую неделю. Вот, поняли, да, на счет радиореле Сандрова готов разговаривать целую неделю, потому что это его хлеб, и если тронешь... Ладно, так, что я вижу из беседки? Я тогда на 2 секунды беседку, и... Ох, сколько вопросов. А, демонстрация пропала. А ну, посмотри, нарисуй что-нибудь. Ну, у нас задержка идет, сейчас посмотрим. Так. А, ну, ничего не видно. Вот, Лена, вопрос. А, да-да, сейчас есть. Есть, да, ну вот, слушай. Вопросы мне, вот, интересно. Есть обычные сотовые, коротковолновые передатчики. Я понял? Ну. Трансмититори, где он до аккорта. Аспай так. Ну, до сотовой связи. Но они устанавливают по всем городам. В последнее время, кругом, ну, Шоно Месси, странные вышки не похожи на эти антенны. Не capito? Кто такие? Леночка, не знаю, если ты слышишь, Sandra просит, если можно видеть фотографию вот этих, вот этих, вот этих коротковолновых передатчиков. О, тогда он может что-то сказать. Сейчас. Почему? Потому что с системой ЛТ Си засоверт demi микроцель sucks. Смотрят их микроцентами. И они устанавливаются на перекрестках на светофорах. Устанавливаются на линии электропередачи. На исторических местах, там где есть большое нахождение народа. И почему так делается? Потому что очень легко их установить и стоят мало. Инфраструктура, которая относится на балансе города, стоит и не надо использовать другие антенны, строить другие антенны, и поэтому делается... Но это используется система ЛТ. А система ЛТ, что это такое? 4G. А, вот это система 4G. Но мне нужно посмотреть фотографии, чтобы быть уверенным, если он правильно дал ответ. Но я уверена, что Лена хочет этим сказать, что они каким-то образом влияют на здоровье человека. Вот о чем речь идет. У них есть параллельная система, это пожарники, это полицейские, которые используют свои системы. И надо точно посмотреть, что это такое, тогда он сможет ответить. Светлана, покажите, пожалуйста, вот спрашивает у Виктор тут в самом скайпе, в беседке. Посмотрите, там вот внизу представлена антенна. Вот это что-то такое, накручено. Похоже на дополнительные модули базовых станций, но что-то их много, очень много. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Я хочу добавить, что тут трансформаторы звучат. Вот это его аппарат. Это Nokia. Это Nokia. Это Nokia. Это Nokia. Он проектирует. Конечно, это не в России. Ты видишь Maus? Видно Maus? Рома. Сама корином, да? Да-да-да, я слышу, слышу. А, потому что ты не отвечаешь. Ты видишь Maus? Да, видишь движение Mausa? Нет. Сейчас я посмотрю, я не вижу Mausa, я вижу только… Самая первая фотография, это черная коробка, которую ты видишь с правой стороны, и вот видишь, это установлен на световом столбе, на фонаре, самая первая фотография, да, 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 черная, вижу темная, да, да, и вот, Хорошо, вот смотрите, мне доводилось видеть и БТС Хуавей, и других производителей Подожди, подожди, слышишь, Рома, здесь нет ради, ну, ты слышал, нет Ради релейка нема, почему, потому что, когда это была фибра А, потому что, видишь, там фиброволокно Я понял, что тут по столбу подгоняют оптоволокно, а потом, ну, через столб оптоволокно сразу к БТС подключают, а тут вопросов нету Вот, вот, то, что тебе говорит Сандро, да, на вот этот черный ящик, который ты видишь, вот это фиброволокно соединяется с этой БТС, этот ящик, который идет на антенну, вот эти он это тоже проектирует А вот вопрос, вот хотел бы задать, вот есть, ну, то есть тоже различные производители вот этих БТС, ну, базовых вот этих модулей, базовых станций, так скажите, пожалуйста, а почему такие большие? Ну, вот именно на столбе, вот именно огромные, то есть какие-то они... Ну, это, это, которое видно тут, это, это самая большая, потому что там есть 2G, 3G, 4G, там все поставили, там поставили GSM, поставили UMTS, поставили LTE, поставили все Обычно, обычно, если только, только для 4G, там, я не знаю, там, практически третья часть всего лишь А если еще, еще заменьше есть, потому что если еще оборудование, которое поставится Внутри, внутри, в аэропорту, там, там, на вокзал И они еще меньше, они еще меньше и практически не видно Это, я не думаю, что делать очень хорошая работа Хорошо, я понял, об оборудовании мы можем говорить сколько угодно, тут есть различные производители, различные конфигурации, соответственно, они бывают разной мощности Ну, и, конечно же, зависит от стандарта А вот вопрос такой, вот, очень интересный, с чата у нас прошел Задали такой вопрос, типа, а вот GPS, грубо говоря, уйдет и, скорее всего, все координаты будут через телефоны передаваться? Не понял Ну, вот у нас есть система GPS, у нас есть, вот сейчас мы на телефонах пользуемся GPS Да Это наполовину программный продукт, это мне лично известно, то есть наполовину он принимает сигнал Так вот, в дальнейшем собираются убирать GPS спутниковое, ну, как бы, ориентирование, а просто ориентирование на так называемые базовые вышки Или они уже там, в базовых вот этих станциях, уже есть излучатели GPS сигнала? Есть, но не всегда Почему? Давайте так Сейчас я буду намануровать, можно? Ну да, хорошо, подожди, подожди Значит, сейчас смартфоны принимают GPS Да? Ну, смартфоны тоже, там, связано с станцией Но, может быть, то, и... Давай, в итальянском, давай Ну да, давай Адра, телефонина всегда GPS, giusto? Телефонина это GPS всегда Да БТС 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 Он соединён с 3-4 БТС сразу же БТС БТС, она... Базовая станция? Базовая, да, она не двигается БТС И у неё, ну, координаты свои БТС 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 Б�ığın е obsolete Б0д Берет также did Сигналas и спутника Но мы не говорим сейчас Смартфон называется смарт, потому что он умный. Тут есть координаты, координаты тут, координаты тут, координаты тут, координаты тут. Мобильник принимает этот сигнал, этот сигнал и этот сигнал. Значит, знает триангуляцию и еще спутник. Поэтому смартфон очень быстро показывает наш место. Может быть я нахожусь где-нибудь в открытой местности и я только одной БТС и не могу сделать triangуляцию. И у меня только получается спутник. В том-то и дело, когда вы находитесь за городом, спутник, грубо говоря, определяется что-то дольше. Как ни странно, иногда даже дает ложные координаты в отличие от города. То есть в городе, понятно, у нас базовые станции, то есть их больше. А может быть это и есть эти базовые станции, которые якобы являются GPS-спутником? Если я соединяю только с одной станцией... Не могу сделать триангуляцию, но минимум три. Даже если тут есть другая станция... Мой мобильник соединяется там с этой станцией... Триангуляция сделает только 3G и 4G. Почему? Потому что GSM соединяется только с одной станцией всегда. И не может сделать триангуляцию. Все равно есть рабочий сигнал, техничный сигнал. То есть он всегда сравнивает эти мощности от одной БТС и другой для того, чтобы принять решение с какой работать. И скажем так, в чем проблема? Он иногда показывает точкой, а иногда очень большим шариком. То есть он сам не может точно высчитать, но примерное расстояние от станции он может примерно просчитать. А при этом GPS точно уже так не показывает. Хотя мне показывают, что это якобы на телефоне GPS. В конце потерялся, Рома. Я не понял. Но я так и потерялся тоже. Еще раз повтори, пожалуйста. Хорошо, смотрите. Тут не проблема то, что есть только одна базовая станция. У нее, вот вы с самого начала показали, есть какой-то сектор. Вы поняли? Ну, то есть 120 градусов. Одна станция, да? Да. Одна станция. Вот. Есть так называемый технический сигнал. Он всегда работает. Технический сигнал? Да. Всегда. И по мощности сигнала. Ну, то есть там есть внутри можно высчитать формулу. То есть мощность приемника и передачи. Постоянно. Да. И, соответственно, на картах показывают вас не обязательно точкой, но показывают вот таким большим кругом. Да. Да, да. Понятно. Вроде бы GPS должен нам показать наши координаты также точно, но этого не происходит. То есть он нам показывает, как базовая вышка пытается вычислить. Вывод. Скорее всего, так называть GPS транслируется, грубо говоря, вот с этих вот ваших вышек получается. Очень похоже. Далее. Вывод. Тогда он говорит, что на мапте он не может показывать точку. Значит, это только спутника, только одна станция базовая. Я не знаю, иногда надо несколько времени, чтобы получить спутник. Трудно сказать сейчас, смотря на какой-то телефон. Не знаю. Ну хорошо, благодарю за ответ. В будущем, вы не знаете, что у нас будут ставить в городах? ЛТЕ везде, а 2G, например, убирать будут? Ну то есть, куда пойдет дальше развитие? Есть еще 5-6 лет, даже не говорится об этом. В программе есть, что 2G уже его не ставили. И его уменьшили. ЛАБАНДА ДЕЛ 2G, ПАТЕ ДЕЛ 2G? ПАТЕ ДЛ 2G? ПАТЕ ДЛ 2G? ПАТЕ ДЛ 2G. ПРОПУСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДВАГИ. В ДВЕОГИ. ПАТЕ ДЛ 8.50. ОТ 9.50. ПАТЕ ДЛ 8.50 до 9.50. ПАТЕ ДЛ 9.50. ПАТЕ ДЛ 2G. ДИ ПЕЗИ ДЛ 2G в этой банды при этом были вынуждены были сделаны, были сделаны для 2MTS. Уменьшили 2G? А, забрали канали из 2G и перенесли в ОМТС. Да, и они ее уменьшили. И в программе, за следующие 5-6 лет, все будет использоваться. В Европе. А смысл-то дальность сигнала же меньше идет, то есть он дальше пройдет. Зачем уменьшать настолько? Ну, это не так. Нет, это не так. Есть у нас сейчас. 800 МГц. И который идет больше чем GSM. Ну, потому что он широкополосный. Ну, там, как бы называется широкополосный шифрование. То есть он многофункциональный, это многофункциональный. Да. Понятно, да. То есть я думал, что вы собираетесь вводить стандарт и он будет только выше по частоте. А оказывается, вы на тех же частотах будете работать. Да. Да. котелоте 800 это разборчиваем. Вот это, того аномалиста. Нет, это наhonリамики. Я люблю. Да, но это очень мощныйный шифроветр. По кажется, в городе коллег-то это не очень большой. И много людей соединяются и получается... Понятно, то есть вы более высокой частоты будете ставить в города, а это за городом. Стандарт LTE... Сколько там? Два-триста, я думаю, не помню. Два-триста для города. Для города. Я понял, а это за городом. 800 за городом. Да, да. Или прибрежная зона, там где... Да, маленькая зона, маленькая там... Угу, все. Но это тоже самое системы, просто частота для портанты diversа. Да, 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 то есть 800 это прибрежная зона, то есть за городом где-то, где там парки какие-то большие, то есть понятно. То есть не самая такая... О боже, есть специальный GSM... Который ты можешь только использовать GSM. Которые ты можешь только использовать GSM. Вот эти станции, которые покрывают связь только по железной дороге. Которые, чтобы, значит, успеть... Ну, от хендовера делать на 400 км в час... ...серва у ГСМ специально. Не можешь делать ни 3G, ни 4G. На сейчас. На сейчас. На сейчас. И ГСМ. Это не для частного потребителя, а только для железнодорожных путей. Это используется только для железнодорожного транспорта и по этой системе можно на дальней дистанции остановить поезд. А вопрос. Это только... Любой контроль можно сделать. А это относится только к железнодорожным компаниям. Хорошо. Это отдельный стандарт. А вот вопрос тут был в чате. То есть, я как бы не хотел перебивать. А вопрос. Вот смотрите. Некоторые считают, что с базовых станций самолеты сразу связываются. То есть, самолетом может связаться человек с телефоном. То есть, он садится со своим мобильным телефоном GSM. И когда он летит в самолете, он обязательно связывается с базовой станцией. Как все же вправду настраивается, скажем так, вот эта мобильная связь в самолетах и с землей? Ну, то есть, когда он с мобильного звонит домой там. Стефано Зульян. Поговорили. Стефано Зульян. Поговорили. Стефано Зульян. Поговорили. Поговорили. Тут в аэропорту. Это аэропорт. А тут есть станция. Там нормально. Там террестрая. Купертура террестрая. Покрытие земной поверхности. Потом самолет идет наверх. Там, я не знаю. Там 10 тысяч метров. Я не знаю. Как самолет... Сколько лет. Да, да. Десять. Десять. мини-БТС. Правильно. Ты понял, да? Которые вставляют, монтируют БТС внутри самолета. И говорят, не знаю, если это правда или нет. Говорят, что это идет на спутник. Это я не сразу не сделал. Не знаю. Я не знаю, если это правда или нет. Но сейчас есть другой систем. Потому что это сколько там? Тут десять километров, да? Да. Десять тысячи метров, да? Да. Десять тысячи метров, да? Десять километров. На земле, в небесах. Есть специальная антенна, которая имеет... Имеет. Купертура. Которая... Да. У нее покрытие сделано таким образом. И может... Да. Связь идет также в небесах. И покрывает небеса. Знаешь, это только экспериментально сейчас. Знаешь, потом... Я тут... Там, в моем мобильнике... ...процует... Но... ...директно на земле. Сенса спутника. А, да. Идет связь с землей, а не спутника. Потому что спутника только 2G он лимитирована. А земли могу иметь и 4G. Су мая у него есть проблемы. Потому что это работает на земле. А если на поверхности... Над поверхностью морской, значит там не работает. Когда я еду самолет через океан... ...это система не получается. Но в данный момент... ...это только... ...су корридор. Только где... Корридор, да. Корридор для самолета. Правильно, правильно. Корридор, да. И в данный момент... С теми страны в Германии, астровакова. Вот. Ага. Леночка. В данный момент это монтируется в Германии. Там, где мой муж был. Прошлым экспериментом. Луфтансом. Вот. Только эксперименты. Луфтансы это делают. Ну, так выгоднее же. Вот именно БТС. И потом пускай связываются с этими наземными станциями. А телефоны же. Мощность маленькая. Это первое. Там, сколько там. Максимум. Два ватта. Максимум. То есть, ну то что... А сейчас телефоны еще меньше. 10 километров. Вот. А тут какой должен быть хороший приемник. И плюс задержка. Приемник передачи на базу. Ну, на низу. То есть, это на той же частоте, если бы работа. Не проблема, Роман. Задержка идет до 35 километров. Тут 10 километров. За 10 километров нет проблем. Когда... В город, конечно, это невозможно. Потому что одна станция каждый километр может даже меньше. Но на... Компании. В открытой местности. Можно одна станция каждый 10, 15, 20 километров может быть. И телефон проходит до 10 километров без проблем. Да, я понял. Хочу говорить. Хорошо. Дело в том, что мощность батареи падает. Она быстрее, ну как... Так я же вам и говорю, что проще старый способ. БТС только не со спутника якобы, как вот работает. А просто сразу с земной станцией и все. Но проблем. То есть, а вдруг самолет от курса сойдет, то сразу связи нет. То есть? Да, да, да. Я тут. Ну хорошо, это такое. Здесь нам, честно говоря, общая ситуация понятна. То есть, как бы я догадывался, как она работает. Но вопрос интересный. Я должен как бы озвучивать то, что пишут в чате. Так, у нас также был вопрос, тоже интересный. Сейчас попытаюсь его воспроизвести. Рома? Сейчас. Да. Рома, много вопросов в беседке. Ты, пожалуйста, посмотри, я там скидывала. Да, да, да. Я же их хотел прочитать, то, что нам Лена скидывала. Так, у нас в обычной беседке, правильно же? Так, беседке. Читаю сейчас вопросы. Так. Вопрос. А мне вот интересно, есть обычные сотовые коротковолновые передатчики сотового связи, что устанавливают по всем городам? Я прочитала, я прочитала, Рома, я вот этот первый прочитала Ленин вопрос, и Сандр попросил, чтобы посмотреть фотографию вот этого передатчика. Там были какие-то фотографии? Нет, нет, это первый вопрос, который я тебе зачитала, и ты хотел фотографию, чтобы точно знать, о чем это идет речь. Ну, тут вопрос от Виктора к Сандре. Какое дополнительное оборудование на вышках сотового связи размещают? Ну, понятно, что мы обсудили, но как бы вопрос еще один. То есть, грубо говоря, мы видим antenны часто, иногда там кусочек базовой станции, радиорелейность, вот эти вот радиопередатчики, а что еще туда могут повесить? То есть, или ничего не могут? У каждой антенны, но ни однойappРады мы видим различные антенны, и, конечно, это только для пр안 breakup. А, есть ли панели и параболи? Да, но можно поставить что-то? А, абсолютно, да. Допустим, все зависит от того, кто хозяин вот этой выски. Все можно нацепить. Есть выски телевизионные. Есть телефон на них нацеплено. И наш интернет работает с панели? Вот, домашний интернет, он говорит, работает на специальных панели. Но у нас, я стараюсь говорить, у нас нет кабель. У нас сидят тут, в нашем доме. Да, да. Тоже? Значит, в зависимости от того, кто хозяин вот этой выски, он продает место на выски любой компании. Всего что-то есть. То есть, тут все спетры дефекуенции. Вот этот весь объем... ...это апартененово Стату. Подожди. Весь объем частот, который... ...это апартенен, а говерно. В том же паузе. Который, значит, относится к государству. Это государственные частоты. И ты начинаешь. Да, вот здесь у тебя телевизор, например. Потом радио. Потом начинается... Давай GSM. Потом UMTS. Потом начинается... ...майкровейв из 4-и из 4 GHz. Начинается радио релеика. Это радио релеика. Это радио релеика. До 60, я думаю. Да, давай так, 60 GHz. Потом есть другая чистота. Там все есть. Сейчас мы полагаем насчет этого. Но есть намного больше. Есть параболы для телевизиона, sky, тарелки, телевидные, телевизоры спутники, стоит тут, 11, 11, 11 гигарды. А потом есть GPS, там 2, 2, 2, 3, GPS стоит тут, тоже как это GPS. Вот так, что видно, наверное. Все использовано. Вот вопрос, смотрите, так GPS может же с ваших же вышек излучаться? То есть похожие антенны какие-то стоят на такой же частоте. В чем проблема, 2 и 3, же вы говорите, мегагерца. Ну, гигагерца, я прошу прощения. GPS и это спутник. GPS и бутавр, я не знаю. Бутавр это спутниковая связь. Это спутник. А это из... Это из... Торре, торре, торре. А это вышки, 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 из вышки, из вышки, из вышки. А вот это, что показал раньше, это якобы спутниковая связь. Бутавр, не знаю. Ну, я понял. То есть это все вышки, вышки, вышки. А могут ли GPS-сигналы передаваться с таких же вышек, которые находятся на Земле? Вы же прекрасно знаете. Ну ладно, сейчас переведите. Могут ли вышки... Могут ли GPS-сигналы идти не из космоса, а откуда-то на Земле? То есть... Ну, это очень трудно сказать. Надо думать, потому что... В принципе, как GPS работает. GPS работает, потому что наш мобильник, GPS, ресивер, whatever, соединяется минимум на три спутника. Да? Треангулация. Так это же не мешает из Земли делать. А принцип можно то же самое делать из Земли, конечно, можно. Принцип, принцип. Сейчас я думаю, я не знаю точно, но... Ну, а почему нет? Может, давайте так. Сейчас это спутник. Спутник, спутник. А если, например... Если это не спутники, а три вышки, почему бы нет? Принцип. Ну, да, то есть можно просто передавать, вот вы же тоже сказали, то есть у них отдельная частота, просто-напросто разбить по секторам, тоже как вышки. Ну, можно даже на больших расстояниях, поэтому и не такая точность. Либо вот сполосовать все участки, а потом программно, если что, там это все высчитывать. А GPS будет на киноаэро? Ну, а GPS функционирует так же, находясь на борту самолета. Если его поднесешь к облу, ну, к облу самолета, ты тоже словишь сигнал? Ну, смотрите, ну, технически-то реализовать. Можно просто антенну просто по горизонту пустить, либо вы можете пустить веером, то есть, грубо говоря, вверх и вниз, то есть направленным пучком, то есть это не проблема. Ну, например... И когда ты находишься над океаном? Не проблема тоже. Ну, так. То есть, ну, как бы, почему вы не можете, грубо говоря, поставить эти станции, как бы, как и ваши вышки, но только они не сфокусированы просто на Землю, а вот в определенном порядке, и вот они излучают с определенной периодичностью. Можно, почему нет? Ну, все, все, да, да. Я спросил, возможно или нет, я же никаких странных вопросов не задаю, вроде бы. Так, Макс, Юра, что-то хотите сказать? Да, у меня пока все. Ну, я задам вопрос, мне интересно просто, да, вот раз человек все-таки по радиорелейной части больше. Вот вопрос такой. В Англии, да, в частности, в других крупных городах появились коммерческие новые сети, когда, значит, ставят организации именно радиорелейные вышки, и они убрали оптоволокно, потому что новые технологии радиорелейной связи позволяют соединяться в два и в три раза быстрее, то есть по радиорелейной связи. У меня такой вопрос, почему вернулись к такому простому и старому способу, как радиорелейные связи отказались от высокотехнологичных оптоволокна и спутниковой связи? Почему так происходит? Потому что меньше стоит. Радиорелей очень экономика. Дешевая. Да, да, понятно, она очень дешево стоит, но это, как оказалось, эффективность связи там гораздо быстрее получается. Ну, а стоит? А фибраутика стоит? Это волокно дорогое. Стоит очень большие деньги. А если в городе, понятно, в городе сейчас, в принципе, везде есть фибраутика, да? А на... кампании? В деревнях, но на открытой местности. А там немало, там очень трудно. Там трафика мало, один радиорелей достаточно. Так вы не говорите. Один радиорелей стоит 10 тысяч евро. А 10-15 километров от фибраутика стоит набагато больше? Сколько? Ну, потому что ты должен и разрешения, потом делать работы, надо как землю, прокладывать кабель. Это все очень дорого. Работа физическая? Ну, физическая работа. Ну, один раз, если ты вложил это волокно, оно отлично. Но вначале... И операторы телефоники делают свои бюджеты, они не думают о 20 лет, они думают о 5 лет. И телефонные операторы, они думают, и когда вставляют свой бюджет, закладывают, они делают расчеты на 5 лет, они думают на много лет вперед. Тогда вот такой тоже вопрос. Современная, вот я, насколько знаю, там радиорелейная связь, она работает аж до 90 ГГц, у нее она бывает дата, то есть современная, то есть мощность получается. И ширина канала, то есть значительно увеличилась по сравнению с классической радиорелейной связью. Так вот вопрос такой, можно ли сейчас при помощи вот такой современной мощной радиорелейной связи передавать большие объемы информации, как, например, телевидение в 4К изображение Ultra HD? Хватит мощности? Радиорелей достигает до 1 Гбит. Сейчас, в данный момент, можно еще чуть-чуть больше, но и 1 Гбит, это очень много, это ужасно много 1 Гбит, можно там поставить 2-3 станции без проблем за 1 Гбит. Но длина очень, 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 очень короткий радиорелей, там максимально 5-6 километров, не больше, чтобы передавать 1 Гбит. Чтобы не терялся сигнал, чтобы четко доходил, да, то есть небольшое расстояние. Ну все, все, можно даже больше, но потом что получается? Получается, когда будет там снег или дождь, радиорелей, там потеряется, потеряется сигнал. И это не хорошо. Это, когда сделается проект, проект сделается на 99,99%, не знаю, там есть формула, да. Но, в принципе, можно и даже больше длина, но смотрят где, смотрят где, смотрят где, чисто, да, потому что на счет потенциал, на счет мощности. Потенциал, ну, потенциал. Но, если потразметрить, то, что надо делать стандарт, контролировать, мощность, это контролировать, это не могу там передавать любую мощность, там, там все контролируете. Государственный контроль, там, есть своя определенная мощность. И радиорелей за, я не знаю, за один день работа уже там стоит и без проблем. А фибра надо, я не знаю, месяц, два месяца, три месяца, ничего не знаю. Это просто насчет стоимости. С экономической точки зрения. Да. Ну, все, в принципе, у меня все, большое спасибо за ответы. Я, в принципе, все, что хотел, я спросил. Хорошо, Юра, тогда потом насчет, значит, первый вопрос. Сандро хотел бы связаться со своим, так сказать, коллегой. Если можно. Если можно, вот, если это возможно, если этот коллега, Сандро, будет, ну как, захочет пообщаться с ним, Сандро будет только раз. И потом, ну да, если пообщается, тогда, может быть, и отпадет этот вопрос насчет вот этого рисунка, который ты скинул. Ну, и Сандро сейчас тоже очень крепко задумывается насчет, какая же наша Земля в реальности. Хотя он мне помогал переводить ролики, вот, и знает он все прекрасно. Но так как он также, например, наверное, как Макс Бельяев, что ему говоришь, ну, ему надо самому посмотреть. И так же, как Кунгуров, наверное, который уехал смотреть. Вот, так что я думаю, если будет такая возможность связаться вот со своим коллегой, будет очень хорошо. Но он прекрасно знает, о чем идет речь. Знает, знает, потому что он мне помогал переводить ролики. Ну, конечно, знает. Ну, вот. Вопросы? Короче, знает, но сопротивляется, да? Да, да, знает, но сопротивляется. Как все. Хорошо, тут вопросик есть в чате от Анатома. Он спрашивает, вот представьте, вот сколько ватт у сигнала спутника, с геостационарного, да? Это какую надо мощность передавать со спутника, то есть такого расстояния. И обычного, то есть телевизионного, ну, и телевизионного, и спутника связи. Не проще, то есть, ну, как бы я договорю за него, то есть не проще ли такую мощность просто передавать с Земли? Ну, это стационарный, там, скажи, там 30 тысяч километров, да? Ну, 35, 36. 36, да. 36, да. Принцип, принцип, это, это, что мне сказали, я не знаю. И чтобы сигналы, которыми мы сказали 11 гигаэртс, я… Надо посчитать, только чтобы 10 километров пройти через воздух, воздушное пространство. Это очень просто. Раньше мы разговаривали на счет 50 километров в аэро. Внутри воздуха. А здесь я на только 10 километров в аэро. И моя проблема в 5 раз меньше. Ну, смотрите, просто логически. Вы как инженер, вы ставите эти все вышки, проектируете их. Что вам логичнее, грубо говоря, повесить непонятно куда спутник, то есть на такое расстояние, это же ему питание нужно постоянно, или поставить на землю. Эти излучатели, которые можно всегда обслужить, всегда у них есть питание, и всегда есть обслуживающий персонал. Просто вот так. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю. Не знаю. Что ты что preferишь, по-другому? О, то коллегание на Землю, потому что все зависит от того, или в спаде, где должен быть этот спутник, должен быть, не знаю, какой-то энергии. Но надо думать. Добавляйте, где есть пустыня, где есть тамакьян. Если ты сверху не сделаешь, как ты через корабли... Не знаю. Это я так думаю. Хорошо, где есть земля. Тут нет проблем. Но где никто не живет, где тамакьян. Там гпс работает, гпс работает оттуда. Работает везде. Не мешает же, что это просто по горизонтали дали сигнал очень мощный. То есть по секторам все побили. То есть это не проблема. Ну да, если и этими идеями вот так. Ну как-то да. Вот что и требовалось доказать. Ну да, понятно, понятно. Вот тут, в общем, вопрос к Юре почему-то от Александры Финансов. Насколько вредное воздействие оказывает сотовая связь на здоровье людей? Чем нам всем сотовая связь угрожает? Вопросительные знаки, восклицательные знаки и в этом духе. И прошу больше так не позавчать, иначе читать такие комментарии не будем. Первый раз прочитаем. Все? Ну пусть Юра тогда ответит и Сандру послушает. И потом он тоже, наверное, захочет прокомментировать. Юр, ты слышал? Я скину, если что, вопрос сейчас в чат. Я просто не вижу. Юра на месте? Нет? Роман. На месте. Вот, я вопрос скидываю вот в общий чат. Да. Зачитай, пожалуйста, еще раз этот вопрос. Вопрос к Юрию Т. Насколько вредное воздействие оказывает сотовая связь на здоровье людей? Вам попереколожено. Чем нам в семьсотовая связь угрожает? Ты понимаешь? На телефонах мобиль, как и перекосы для нас, и какие перекосы угрожают? Я не могу сказать. Ну, ва-бе, ва-бе. Я думаю, что сейчас лучше, чем двадцать лет назад. Двадцать лет назад. Двадцать лет назад. Почему? Потому что есть больше антенна, но меньше потенции. Потому что больше антенн, но меньше мощность. И это лучше. И вот это и лучше, потому что когда больше антенн, меньше мощность. Копертура более униформная. Потому что покрытие и более плавное. В некоторых пунктах покрытие было более сильное, излучение было более сильное. А сейчас? Сейчас мощности, есть много мощностей, но они намного меньше. И значит, вот эти пункты с сильной мощностью их убрали. Но в конце концов, в конце концов, ничего нет бесплатно, хотим интернет, хотим мобильную связь. Facebook, Twitter, YouTube… Вот и ответ. Но то, что это плохо для нашего здоровья, это точно. Насколько это плохо, есть много теорий, но ни одна теория не была доказана, по крайней мере, никому она не была предоставлена. Это очень плохо, например, ходить в Макдональдс и кушать там. Много вещей, которые нам делают… Про хочется, да? Ну, она говорит, хочется. А что машина плохая, да? Передвигаться в машине тоже плохо. Да, это очень хорошо, что машина плохая. Потому что выхлопные газы, они тоже очень опасные. Можем жить мы без машин? Ну, алло, значит… Я так думаю. Значит, я не знаю, роман пропал. Лена, ты здесь? Да, я здесь, Светочка. Меня волнует только один вопрос. Три часа уже идет эфир, но лично меня волнует. И волнует Карлика Каштимовского. Не знаю, читали, нет. Можно ли антенны использовать как оружие против нас? Вот. Да. Можем mandar сигналы форты? Ну, 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 сей, посей, ну, сей, сигналы форты, сей. Ну, у нас есть параты, которые мы установим, нет. То, что мы установим, это не оружие. Если, например, в этот момент на эти выски будут поставлены другие Это, например, какие-то военные, я этого знать не могу. Они могут поставить все, что им угодно, но наши аппараты – это никакое не оружие. И самое главное оружие, самое сильное оружие – не убить человека, а контролировать его. Так, а это оружие контролирует нас, да? И эта армия не контролирует? В 5G? Ну вот, дело в том, что уже на пороге 5G, а 5G – это интернет-вещи, называется. Значит, сейчас будет посудомоечная машинка. И холодильник, и машинка для всех белья, хоть через, может быть, 10 лет, но все равно это будет контроль тотальный, который будет подключен к интернету. Вот эти все… Ой, Господи, электродоместические… Все то, что использует электричество, будет под контролем. Кошмар, Светочка. Кошмар. 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 Вот, если сейчас, например, ну так, как раньше, говорим о нашем времени, мы покупаем телефон, мы туда вставляем наше имя, наш код, наш телефон, номер… И с GPS все знают, куда ты идешь, что ты делаешь, ты все покупаешь, используя кредитную карточку, ты везде уже контролируешь. Не было так 20 лет назад. 20 лет такого не было, правда? 20 лет назад. 20 лет назад. Но сейчас нет, и мы приняли без проблем. Значит, следующий шаг, через 20 лет может быть, и мы тоже примем вот эти новые технологии. Без всяких проблем. Потому что мы уже не можем жить по-другому, потому что мы уже наркоманы от этой технологии. Я так думаю. Это самое большое оружие. Ну да, потому что это удобно. Всегда можно позвонить, сообщить, что-то посмотреть, да. Как-то надо от этого избавляться. Вот, и сейчас можем говорить, здоровье, не здоровье, по большому счету мы принимаем все уже. Да, все верно. Светочка, давай, надо вас уже отпускать, потому что три часа идет эфир. Да. Я думаю, хватит. Уже замучили, а то… Да, потому что у меня и интернет заплакировался. Ну ладно. Значит, тогда поблагодарим нашего Сандра. Спасибо вам. Может быть, у кого-нибудь еще будут вопросы, и если Сандра захочет, он ответит. Или, может, еще соберем конференцию. Так как Юра может предоставить возможность поговорить с тем человеком, который этим занимается. И так как они, коллеги, найдут консенсус. Это стопроцентно. Вот. И, может быть, уже исходя из тех исследований, разговоров, которые они проведут между собой, может быть, сделаем тоже какую-то выпускную информацию заключительную. Так что я думаю, что… На этом правда закончится. У меня уже голос даже потерялся. Я думаю, что я должна поблагодарить всех участников. Леночка, огромное тебе спасибо. Роме, Максу Беляеву, Юре и всем, кто задавал вопросы, кто участвовал в этом конференции. И, конечно, как всегда, в нашей народной площадке «Коплеров-ФМ». Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый Бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Саник» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова